слышно как меня видно кто впервые по 10-балльной шкале поставьте 10 хорошо и единичка плохо 5 так себе я сейчас сделаю опросник так ну что друзья я сделал опросник давайте сейчас ответим на опрос какой раз вы на вебинаре кто впервые там 3 более 1 и ответить отвечаете а кто ответил у меня к вам тогда сразу вопросы потому что в ролике ролик сделан августе 2013 года тот момент больше ста тысяч человек тогда прошли начали скажем просмотрели 8 правил частного инвестора ответили это те люди которые ответили после первого после второго письма мы так смотрели после первого второго и третьего письма и задавали вопросы мы тогда оценили 100 тысяч человек но сегодня 2016 год август это еще плюс три года то есть на сегодняшний день мы посчитали более 250 тысяч человек из почти 40 стран мира даже на английский язык уже переведены пока только в текстовом варианте сейчас на французский испанский еще мы переведем и оказывается значит англичане и американцы когда изучают наши 8 правил частного инвестора они шоке потому что даже никогда не задумывались над тем что это все так просто я рад тому что сегодня мы скажем несем просвещение не только русскоязычный сегмент рынка но еще и сейчас англоязычный потом китай тоже кино китайский язык мы тоже постепенно переведемся и я поздравляю всех ну а куда дели ответы то я закрыл ответы что ли куда у нас делись ответы показать опросы давайте продолжим то я закрыл что ли верная да давайте тогда еще раз кто отвечал уже не ответит впервые давайте ответите я наверно закрыл так вот дорогие друзья все кто ответил у меня к вам вопрос тут смотрю у нас 951 процент более чем третий раз на именно на вебинаре академии частного инвестирования тогда ответьте мне как звучит первое правило частного инвестора ну давайте к ответим алексей если закрыта у нас да пускай будет открыто на отличие что только финансовая свобода финансовая независимая но дмитрий кобаев да я давно помню вас кажется с 2012 года кстати нам 15 сентября 2016 года исполняется пять лет ровно пять лет назад 15 сентября 2015 11 года у нас прошел первый вебинар кажется на 95 или на 85 человек хочу найти этот вебинар обязательно и в честь годовщины дать людям чтобы его посмотрели я тогда говорил некоторые вещи которые ожидают финансовый мир 2014-15 году она связи с переносом пенсионного возраста во многих странах это ожидается 2015 уже происходит и многие вещи которые тогда говорил казалось для многих людей это неправда врат что-то выдумают но они стали уже реальностью за эти пять лет хочу сказать что вот кто-то написал откладывать 10 процентов в месяц его дохода вот тогда вот кто написал это обязательно изучите еще раз 8 правил частного инвестора потому что правильный ответ был но у нас 31 и 7 процентов до почти 70 человек новичков хорошо я останавливаю опрос дорогие друзья хорошо а второе правило частного инвестора то мне напишет от любого дохода 10 процентов неправильные ответы дорогие друзья правильные какие отличия между инвестированием и инвестициями тоже неправильно на вернее тоже правильно это первый что такое финансовая независимость и чем отличие от финансовой свободы отличие актива пассивов понятно контролирует свои расходы это второе правило я специально записывал так видео мне никак не доходит руки записать через пять лет новый вариант 8 правил частного инвестора скорее всего запишу вот в сентябре тот кто просил видео побыстрее как жить жизнью своей мечты через три месяца я уже записал его скажу мне только его обработать надо я на второй день там записал но с переездом из Таиланда надоело жить за полтора года в Таиланде в этой жаре как говорится когда я прощался с этим местом сказал благодарю воздухе этой земли за то что дали мне пожить на кусочки рая в этом аду потому что когда 32 градуса круглогодично летом духота еще при этом даже когда идет мусонные дожди вот эти мусоны и открываешь вроде бы свежего воздуха глотнуть но никак поэтому я переехал с Таиланда там где знаете как и русская душа тянется все равно на русскую территорию когда еще в индии я работал в 2008 году я уехал с индии сказал все больше никогда в жизни не поеду никуда за границу задолбало это за границей меня лучше русских ничего нету ну и люди которые не жили за границей конечно говорят там в Европе хорошо в Америке хорошо я был в Сибири слышал как в России ничего не умеют делать а вот в Америке делать достойно вы знаете я был на американских производствах и на европейских в Европе еще более-менее достойное производство наше в свое время я ходил это был 91 год 90 год 92 год как раз в Николаевской постройке судна и мы когда пришли вот русский экипаж у испанцев принимали пароходы он настолько был грязный ему было всего лишь 9 или 10 лет крейсерский вариант такой вот такой вот киль не вот такой вот а вот такой вот киль и когда мы вышли в море мы его почистили за 10 дней когда приехали в Южную Америку пришли вернее и никто не узнал этот этот пароход как это кто такие ну мы русские за 10 дней вот просто цацу такую сделали знаете вот игрушечка пароход стал и вот пришли мы помню в Испанию и представляете лойд известнейшая компания супер пупер самая крутая компания в мире они нам делали ремонт у нас 8 поршней было поршень был в два раза больше чем я ростом по толщине такого и мы ремонтируем давайте мы сделаем за эти же деньги нет вот вот сделал с Англией специалисты в Испанию в Барселоне не в Барселоне стояли а в Аликанте сделали а в Аликанте начали делать потом там что-то специалисты там не было оказывается таких возможностей нам сделали Кадис это юг Испании вот в Кадисе нам сделали мы вышли и чуть-чуть прошли там острова эти карибские а Санта Круз де Тенериф вот эти острова забыл в общем Санта Круз де Тенериф мы прошли и стали пришлось нам прямо в море 16 часов всем экипажем делать хорошо что возможности такие были у меня профессия матрос-моторист вторая моя и вот я к чему это говорю да что все-таки русская душа тянется в Россию хотя у меня друг в Америке говорит не в России жить не могу буду жить в Америке 20 лет же хорошо дорогие друзья так вот что я хочу сказать дорогие друзья 8 правил частного инвестора это если вы хотите стать частным инвестором если вы хотите иметь научиться создавать капитальный доход капитальный доход я скажу терминологию чтобы вы понимали хотя это мы изучаем всегда так вот если вы хотите создавать капитальный доход вам нужно научиться понимать что такое инвестиции в чем отличие от инвестирования что такое капитальный доход каким образом создаются 100 300 и 1000 процентов годового дохода прироста годового дохода то есть а для этого 8 правил частного инвестора вам необходимо это как основа должно быть но полтора года назад я осознал важную вещь вот люди вроде бы изучили инструменты инвестирования изучили портфельное мышление начали портфель создавать да а все равно деньги теряли я понял одну важную вещь что если человек личностно не растет и именно по этой причине я создал курс 8 правил 8 основных принципов успеха и у меня есть курс который запустим уже в октябре месяце у нас открыл мы открываем образовательный портал гибразия и там будет курс магия успеха и игра в жизнь так вот тренинг интерактивная игра в жизнь он уже был для эксклюзивно только для партнеров skyway mess group фонда который я возглавляю и полтора года назад люди которые были на этом тренинге огромное количество людей получили положительный результат потому что если нет основы вот знаете как дерево если внутри дерево гнилое какое бы оно ни было большое оно может упасть вот кроме пальмы кстати вот пальмы знаете когда слышал фразу что пальмы умирают стоя я не не понимал как это окажется пальма когда умирает а вот крона вот сама стоит потому что она там как такая переплетена такие мелкими мелкими такими вот как ниточками а все деревья вот если внутри гнило и она падает так вот точно так же вы можете получить знание в инвестировании вы можете даже понять как делаются активы может быть даже за пять лет создадите капитальный доход миллионов два или три или даже сто миллионов а может быть даже миллиард но если внутри не будут стержни вот этого философии философии именно богатства философии процветания философии профессионального инвестора вот это дерево может рано или поздно упасть особенно вот если кто был когда-нибудь видел штормы такие или ураган да чем больше дерево тем быстрее нападает а есть дерево вроде бы большое но длинное его согнуло но она не упал поэтому вот это очень важный момент поэтому запишите дорогие друзья первые 8 правил частного инвестора 2 8 основных принципов успеха где найти в конце вебинара скажу и так давайте пройдя друзья кто сегодня с вами работает кто у нас впервые я андрей хаврата являюсь почем и бизнес тренером по финансовому инвестиционному развитию личности я являюсь автором основатель проекта академии частного инвестора 2011 году я открыл этот проект и цель этого проекта была нести просвещение в массы по финансовой грамотности и инвестирование являюсь профессиональным инвестором и понятие профессионального инвестора мы разбираем в академии именно являюсь руководителем фонда skyway инвест групп это фонд прямых инвестиций в технологию skyway являюсь магистром по профессии менеджер сетевого бизнеса потому что я многоуровневый сетевик со стажем и хочу сказать что встречаясь за вот эти девяносто восьмого года я занимаюсь профессиональным многоуровневым бизнесом в 2009 я его оставил и в 2014 когда познакомился с анатолидачем низким и академия мы очень сильно поддержали в самом начале анатолидача низкого очень сильно и по сегодняшний день многие студенты академии являются активными партнерами инвесторами skyway так вот все благодаря тому что я имел однажды опыт и учиться у именитых бизнес-тренеров многоуровневого бизнеса хотя вы знаете понятие многоуровневый бизнес понятие относительно те основы которые я получил в этом бизнесе я мог бы получить только многоуровневый бизнесе я считаю что многоуровневый бизнес является школой бизнеса для тех кто хочет стать обеспеченным или миллионером а вот skyway инвест групп уже создан и для этих людей и для тех людей которые хотят стать миллиардером потому что действительно такая возможность есть потому что даже в линейном бизнесе чтобы стать миллиардером нужны кредиты и вот буквально на прошлой неделе это прошлое общался с человеком мультимиллионер а у нее серьезные проблемы по бизнесу и знаете вот серьезные и пообщавшись немножко я понял что человек вообще не обладает и финансово-министрационной грамотности поэтому вот серьезные проблемы финансово бизнеса и я являюсь мастером по реле ассоциации мечты поэтому вот тот кто боится перемен жизни кто боится что он перестанет спать по утрам и у него появится сегодняшнего сегодняшнего дня мечты цели желания да и захочет новой лучшей жизни я рекомендую покинуть этот вебинар потому что он опасен для вас тогда а вот те люди которые ждут перемен те люди которые хотят изменить свою жизнь к лучшему какой бы ни был у вас опыт отрицательный опыт либо супер положительный опыт и вы видите что вы стоите в стопе вам нужно подняться да тогда посещайте мои тренинги вебинар слушайте мои аудио видеозаписи и тогда давайте сегодня мы с вами поработаем итак дорогие друзья благодарю всех кто сегодня пришел 405 человек мы с вами сегодня классно поработаем разберем какие темы рынок криптовалют инвестиций или всемирный обман почему я решил дать эту тему я отлично изучил этот рынок еще в 2013 году 14 я был на финансовом форуме который организовывал один известный европейский банк где представлялся тогда bitcoin он как раз уже bitcoin два года год с небольшим шумел и я был как бы удивлен что банковский сектор проводит такой вот финансовый форум где электронные валюты электронные деньги и bitcoin в том числе которым там просто вот слух такой bitcoin это пирамида биткоин это развод bitcoin там еще и так далее так далее после этого я увидел огромный рост рынка криптовалют и мне хотелось бы вам подробно на простом языке сегодня объяснить что такое криптовалюты чтобы вы понимали является ли это действительно там шикарной инвестиции или может быть это всемирный обман как уже это не раз было с определенными валютами мировой второй тема высокодоходные инструменты инвестирования 2016 года мы с вами пообщаемся что это за инструменты могут быть и направлении бизнес больше степени даже не инструменты а направление с вами изучим потому что знаете вот когда мне говорят андрей покажи где можно получать 12 15 ли 100 процентов в месяц примеру или в год даже да там пускай не в месяц в год там стабильно вот я сразу оцениваю этого инвестора что он находится скажем есть пять уровней инвесторов кто-нибудь может быть слышал я об этом говорил не раз описываем видео есть можно посмотреть пять уровней инвестора два это нижних уровня опять уже уровне так вот если уровень инвесторов умные инвесторы умных инвесторов категории умники называемые называют вот эти умники всегда задают эти вопросы покажи мне ну еще начинающие вот первый уровень это начинающим местом тоже такой вопрос я понимая, что это либо первый, либо второй уровень, а в категории второго уровня это умники, потому что понятие процентов, высокого процента прироста капитала, есть такие исторические факты, ребята, исторические факты, это полторы тысячи процентов в день прирост капитала, это реальные компании на сегодняшний день, известнейшие компании мировые, это факт, это есть, и нужно понимать не как получать эти полторы тысячи процентов в день, а как делаются эти полторы тысячи процентов в день, вот тогда, а для того, чтобы это понять, необходимо понимать науку инвестирования, наука инвестирования это несложный, это момент, который нужно уделять хотя бы 2-3 часа в неделю, для того, чтобы в течение 5 лет стать на абсолютно новый уровень инвестирования. Третье. Как в современных инвестиционных условиях определить гарантированный доходный инвестиционный объект и инструменты инвестирования? Четвертое. Мы поговорим о мериле всемирной инфляции, куда съезжает фокус сегодня и почему этот фокус съезжает. Пятый. Как геополитическая ситуация в мире влияет на мировой инвестиционный рынок и как, несмотря ни на что, чтобы ваш портфель и рост вашего капитала составлял 100-300% в год, а может быть даже и не. То есть это опять же прирост капитала. Доходность мы рассматриваем как прирост капитала. Я объясню, что такое прирост капитала. Четвертое. Как на современном инвестиционном рынке создать капитальный доход более 1 миллиона долларов максимум за 12 месяцев. Это мы тоже с вами поговорим сегодня. И у вас есть такая возможность. Седьмое. Последние новости Академии. Восьмое. Акции и подарки от Академии частного инвестра. Самое интересное, что в 2014 году я проводил вебинар и говорил о том, что ожидает 2014 год. Вот все это произошло. В 2014 году я включился в поддержку проекта SkyWare. Меня сейчас задают вопрос. Андрей говорит, ты же не диверсифицируешь, ты занимаешься только одним делом и так далее. Сразу хочу ответить всем людям, кто задает мне такие вопросы. И кто работает в нескольких проектах. Потому что у меня два проекта, которые я веду сегодня. Это образование. Образовательный проект Академии частного инвестора. Академия частного инвестора с октября перейдет на портал Евразия. То есть мы будем все... Можно с Академии покупать, но на портале Евразии это будет гораздо дешевле и более выгоднее будет. А второй проект, который нам нужно внедрить, я хочу внедрить его до 2017-2018 года, это естественная технология SkyWare. И я вижу, что это является новым трендом, который повлияет на все мировые рынки, в том числе и финансовые, в лучшую сторону. То есть это, скажем так, спасение или как называют некоторые экономисты мировые, что SkyWare это народный, скажем, экономический ковчег так называемый. Это действительно, ну он вообще экономический ковчег, но с 2014 года он стал народным. Это очень здорово. И акции и подарки от Академии частного инвестора. Поэтому, дорогие друзья, основные две мои деятельности, которые я сегодня веду, это образование и это, естественно, поддержание проекта SkyWare. И реализация, ну как минимум, хотя бы 100 тысяч, 1 миллиона километров дорог и строительства. Почему еще, я объясню. Ну потому что очень сильно финансовая, скажем, составляющая, которая может дать огромному количеству людей, огромнейшим количеством людей, стать не просто финансово обеспеченным, а стать состоятельными и своему поколению передать по наследству огромный-огромный капитал. И вот такие шансы и все мои тренинги, которые я провожу именно в рамках SkyWare, это то, что такие возможности, бизнес-возможности, бывают раз в жизни, а инвестиционные раз в 100 лет. Ну и так, дорогие друзья, давайте пойдем к криптовалютам, но прежде чем пойдем, давайте мы сначала распространенные виды инвестирования рассмотрим, которые добавились. Это банковский депозит. И вы знаете, я пройдусь немножко, скажу, вот я жил в Таиланде, там в одной вилле, потом во второй, потом в третьей. Все наши русские, там, либо с Дальнего Востока, либо с Хабаровска, либо с Владика, либо с Новосибирска, Красноярска. Так вот, ну давайте я вам покажу, как они мыслят про инвестирование. Но с одной стороны, хорошо, что они вложили деньги, потому что я могу приехать и жить в такой вилле и не тратиться на покупку такой виллы. Потому что когда ты уезжаешь, потом у тебя обслуживание в год примерно тянет 10-15, каких-то виллы 20 тысяч долларов в год. А так ты уехал и ни за что не отвечаешь, да, там есть хозяин, который все делает. Но представьте себе, да, человек заплатил там 500 тысяч долларов или 600 тысяч долларов или миллион, а имеет на уровне 2-3% чистыми в год. Так вот банковский депозит в этом плане гораздо выгоднее, потому что по банковскому депозиту на сегодняшний момент, да, в наших, по крайней мере, постсоветских странах, ты имеешь возможность получить, ну, хотя бы там 6% годовых, 9% годовых, национальной валюте еще больше. А если использовать типа банковский депозит, ну, только на фондовых площадках, к примеру, да, только государственные, ну, скажем так, регулированные государственные, вот Кокровская фондовая биржа, там, Украинская фондовая биржа, Казахская фондовая биржа, Белорусская фондовая биржа, да, и когда ты даешь брокеру, там можно получить даже больше, чем по банковскому депозиту. Поэтому, вот, рассмотреть понятие недвижимости, о котором мы говорим, да, я считаю следующее, что если человек, покупая недвижимость, имеет 2-3, там, 5% годовых, то задается вопрос, зачем тебе нужна такая недвижимость? Если ты покупаешь недвижимость или ты вкладываешься, даже вот покупаешь недвижимость и инвестируешь недвижимость, две понятия, два разных понятия. Потому что, если ты купил недвижимость с целью получить какой-то там пассивный доход, это одно, а если ты инвестируешь в недвижимость, ты должен рассчитывать на то, что ты должен получать недвижимость хотя бы, хотя бы на уровне 12-30% годового дохода. Если этого нет, зачем покупать недвижимость? Иметь головную боль, чтобы потом делать ремонты и все остальное. Вот я жил в одной вилле, так там чуть ли не каждую неделю что-то ремонтировал хозяин. То есть, я посчитал так по деньгам, сколько он заплатил, да, ну, примерно там два спорта месячного, как бы, дохода, который он получал, а еще же и риэлторы там забирают по полной, да. Поэтому банковский депозит это один, вот я хочу сказать, что если вы начинаете, вам нужно рассматривать в первую очередь это банковский депозит и начинать учиться на банковском депозите. Мне сейчас задают вопрос, говорят, Андрей, у меня нет денег, я не могу учиться инвестировать. Вы знаете, если у вас нет денег, тем более нужно учиться инвестированию, потому что когда вы учитесь инвестированию, у вас появляются деньги. Так вот, можно начать создавать портфель, не имея денег. Ну, я всегда это говорю на академии. Представьте себе, что у вас есть миллион долларов и начните создавать портфель для того, чтобы смотреть, скажем так, поиграть в игру, которая вот называется создание инвестиционного портфеля, который будет давать определенный какой-то долг. И вот в этом плане банковский депозит является одним из гарантированных. И как правильно инвестировать, это, естественно, мы в наших курсах все рассказываем, как даже банковский депозит, как отбирать банки, каким образом нужно отбирать банки, потому что некоторые банки банкротятся, некоторая финансовая система банкротится в мире, и что нужно делать, чтобы не попасть вот в такие вот неприятные моменты. Второе, страховые фонды, лайф-страхование, страхование жизни, пенсионное страхование сегодня уже есть, да, то есть это второе направление, которое тоже одно из таких вот, ну, можно сказать, как бы гарантированных, хотя ничего, никаких гарантий, вот если говорить о гарантиях, да, если вы занимаетесь инвестированием, вы должны забыть о гарантиях вообще. Даже если у вас есть гарантированный сектор инвестирования, как недвижимость, говорят, это же гарантийный, да. Ну, давайте вспомним, вот, последний вам пример, да, как мои знакомые купили в Донецке квартиру своим детям, а сегодня эта квартира там стоит, и непонятно, что с ней будет, потому что вы ехали с Донецка жить, да. Никто даже не предполагал, что там может что-то случиться, вот вам результат. Либо есть такие моменты, когда недвижимость человек покупает, а там какое-то крушение происходит, да, скажем, катаклизм природный, и страховая не выплатила, потому что или не застрахована недвижимость, или вообще страховая обанкротилась. Да, вот и вам можно сказать, недвижимость – это гарантия. Ну, нет гарантий вообще, чтобы понимать. Гарантия – это ваше собственное мышление. Вот это является гарантией сохранности вашего капитала. Далее, фондовые рынки и Форекс, да, о валютной рынке Форекс и фондовой рынке. Это вот фондовый рынок начал очень сильно расти в России с 2003 года, а в Украине с 2008-2009 года, а Форекс с 2003 года начал рисоваться, и активное развитие Форекса начало в 2006 году. Тоже про Форекс говорили, пирамида там и так далее, и так далее, да, но тем не менее, чтобы вы понимали, Форекс – это всемирный обменный пункт, так называемый. Другое дело, что вот эти все Форекс-брокеры, которые сегодня есть, практически там половина из них – это кухонные брокеры, и чтобы вы понимали, когда есть валютные пары, там, да, вот настоящий Форекс, чтобы вы понимали, что это такое, да, у меня есть 100 или миллион евро, я хочу его продать и купить миллион долларов, и купить за эти деньги доллар, да, ну, к примеру, это там будет миллион 70 или миллион 80 или миллион 90 долларов, да, и вот тогда я обращаюсь в банк, я хочу продать, либо через какое-то финансовое учреждение и хочу купить, да, но там нет понятия валютных пар, создание валютных пар, которые евро, доллар, там, и так далее, и так далее, это уже так называемые производные инструменты определенных брокерских компаний или консолидации неких банковских, банковских таких учреждений, которые обеспечивают ликвидность, и почему вначале говорили, что любой Форекс – это пирамида, это, там, пузырь и так далее, ну, потому что ликвидность обеспечивал непосредственный брокер кухонный, там, Киева, Москвы, или, там, Лондона, или Нью-Йорка, да, а потом, когда объединились в банки, вот то же самое, что мы видим сейчас с биткоином, да, говорили, что это, типа, ну, скажем, пирамида, а сегодня многие банки уже, ну, скажем, напрямую не покупают, но через свои, так называемые, электронные деньги, которые создают многие банковские и финансовые группы, они делают, так называемый, обмен, да, и мы видим сегодня биткоины, во многих банках прям курс биткоина есть, хотя еще, там, три года назад этого не было, и говорили об этом, о том, что биткоин – это пирамида, и так далее, и так далее. Фондовые рынки. Фондовые рынки в последнее время очень много спекулятива, и все тренеры и коучи, которые есть именно на фондовом рынке, они обучают спекулятивному рынку. Очень мало специалистов, и я горд тем, что вот Игорь Маненко, который является финансовым консультантом, инвестиционным консультантом, академии частного инвестора, финансовым директором в нашем фонде, он проходил несколько образований по тому, как определять компаний, которые выходят на фондовый рынок, и что у них будет прирост капитал, да, то есть вот эти, вот таких специалистов очень спекулятивные, то есть это, опять же, второй уровень инвестора, категория спекулянта, да, которые на рынке торгуют за счет покупки и продажи валюты. И чтобы вы понимали, любой форекс, либо фондовый рынок, спекулятивный фондовый рынок, не прирост капитала, что ты сегодня инвестируешь в компанию, и там акция стоит, ну, грубо говоря, там, не знаю, один рубль, грубо говоря, или там несколько центов, да, но эта компания расширяется, растет, 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 да, и через какое-то время эта компания уже стала миллиардером, а, значит, твоя акция тоже выросла в цене. И почему тогда, ну, скажем, это деньги, вот я в последнее время, особенно последние два года, я очень сильно смотрю на деньги, энергетические деньги, после 2012 года особенно, потому что есть деньги, которые плохие по энергетике, и вот в данном случае заработанные деньги, скажем так, на спекулятивном рынке, это деньги нехорошие. Почему, объясню. Потому что, энергетика плохая у этих денег, потому что, чтобы заработать миллион, значит, ну, грубо говоря, скажем, 100 тысяч человек должно было потерять по 10 долларов, ну, или миллион человек должно потерять были по миллиону. То есть, грубо говоря, твой заработок в миллион, это один миллион человек, которые потеряли там, ну, грубо говоря, по 3, по 4, по 5 долларов. Почему? Потому что тебе достается из заработанных вот этих денег всего лишь там 5-6 процентов, 95-97 процентов забирают вот эти вот финансовые институты, И сегодня про криптовалюты мы поговорим, что первая такая лазейка была всех финансовых учреждений мировых, а в данном случае за ними стоит Международный валютный фонд, Федеральная резервная система, это все деньги завести, все народные деньги, которые народ имеет деньги, чтобы они завели их в интернет, а потом сделать обнуление, потому что американская экономика, она наладан дышит, как говорится, и им нужно обнуление четко сделать. Чтобы сделать обнуление, нужно собрать где-то воедино одни деньги. Поэтому в свое время был придуман такой интересный рынок Форекс, именно вот этот спекулятивный рынок Форекс, не реальный рынок обмена валют, а спекулятивный рынок. И вот огромное количество людей, чтобы вы понимали, цифру вам сейчас скажу, значит с 2008 по 2014 год, это 5 лет, 2009 по 2014, это 5 лет, только со стран Европы и стран СНГ, стран СНГ составили почти 80% этих денег, было выкачано около 3 миллиардов долларов, из которых 99% людей потеряли свои деньги. Представляете, да? Но это означает, деньги же никуда не деваются, по закону физики и по закону вселенной энергетики, деньги у одних ушли, к другим кому-то пришли. То есть можете представить, около 3 миллиардов долларов за 5 лет простые люди, огромное количество людей, которые отдали на рынок Форекс, ну не только Форекс, спекулятивный рынок, скажем так, да, не только Форекс, а спекулятивный рынок фондовый рынок. Последняя разводка, вот такую, которую я помню, это с акциями компании Apple, когда в мае 2015 года, да, май 2015, кажется, или 14, или 15, или 14, сейчас не помню, или 14, скорее всего, когда акция компании Apple разделилась в 7 раз меньше стала, она почти дошла до 700 долларов, а потом она снизилась до, скажем, на 7 разделили, и она стала там 95, 90, 91, 90 долларов. Так вот акционеры, реальные акционеры, они ничего не потеряли, то есть они, у них в 7 раз больше стало. А вот огромное количество спекулянтов, и в том числе и инвесторов, которые думали, что они владельцы компании Apple, на самом деле они были владельцами СВД-контрактов. СВД-контракт, так называемый, ну, практически фьючерс на акции Apple, да, ну, можно так сказать, что это фьючерс, а фьючерс – производный инструмент, потому что есть фьючерсы, которые поставочные, например, на сахар, на нефть, на бензин, на кофе, там, на воду даже, да, а есть фьючерсы как производный инструмент, то есть это воздух, скажем так. И вот представляете, вот Игорь Аманенко, тогда я помню тоже, он говорит, представляешь, Андрей, как я влетел, блин, там денег немного было, но тем не менее, деньги в 7 раз, вот вы утром просыпаетесь, да, и деньги в 7 раз меньше у вас. Это как называется? Это называется развод, всемирный развод, скажем так. Дальше идем. Недвижимость, я уже немножко сказал о недвижимости. Недвижимость нужно вкладывать только тогда, когда вы можете получать хотя бы прирост капитала, ну, не прирост, а доходность от 12 до 35%. Почему? Потому что и вот любая инвестиция, хорошая инвестиция, скажем так, если за 3-5 лет вы получаете 100% возврат средств, вот это является в мире инвестиционного предложения, очень хорошим предложением инвестиционным. Если такого нету, ну, тогда, дорогие друзья, если ты можешь только за 10 лет или за 15 лет вернуть вложенные деньги из 100%, да, то, дорогие друзья, сама инфляция скушает. Если говорить о PIF, KIF и C, это по его инвестиционные фонды, корпоративные инвестиционные инвестиционные инвестиции, институты совместного инвестирования. На вопросы я потом отвечу, дорогие друзья, может ли SkyWay или не может со своими акционерами поступать, да, так, скажем так. Apple, когда разделил свои акции, он не обидел своих акционеров, то есть акционеры, которые реально держателями акций были, они в 7 раз больше акций получили, то есть на их доходность это не повлияло. А вот брокерские компании, которые воздухом торговали, которые называли ФСФД-контракты, вот они, конечно же, развели там огромное количество людей. Далее, паевые институционные фонды, корпоративные институционные фонды, институт совместного инвестирования, сегодня все больше и больше огромное количество этих фондов, за счет чего они, вот когда рынок роз, знаете, вот тренд был такой растущий, да, называется такой бычий тренд, да, он был растущий, значит, все пифы, кифы и си, они имели только шоколад. Почему? Потому что бизнес рос, все росло. Я приведу простой пример, вот в России это было, в Украине было, когда, я знаю, в Казахстане такое тоже было, когда на фондовый рынок ты мог прийти, там, купить, ну, не знаю, там, на тысячу долларов, там, несколько компаний, каких-то акций, да, там, по копейкам продавались, а в 2002-2003, а в 2007-м, начало 2008-го, там, стоимость одной акции стоила, там, ну, не знаю, там, 10-15, там, 30 рублей. Представляешь, ты ее купил за копейку, а она стоит потом 30 рублей. Это рост какой сумасшедший, да, то есть ты пошел, продал и получил свои деньги. Почему? Потому что весь рынок рос и, естественно, все росло. И вот ПИФы тогда росли. Сегодня, когда рынок такой вот нестабильный, то эти ПИФы там держатся на уровне, там, 3-5-7, то есть на уровне банковского депозита. Да, в чем выгода инвестиций в ПИФы, если они только специалисты портфельные очень хорошие. Но в чем особенность, вот я хочу сказать сразу, да, те портфели, которые я видел именно в ПИФах, в КИФах или в институтах совместного инвестирования, это портфели в основном, в основном созданные на фондовый рынок и они в основном созданы для пенсионных фондов, потому что есть отчисления, такие негосударственные накопительные пенсионные накопления, да, и вот эти деньги надо куда-то размещать. И вот ПИФы эти живут за счет того, что они договариваются с этими пенсионными фондами, а это страховые фонды, им отчисляются деньги. То есть давайте приведу пример. Я открываю такую страховую компанию, потому что у меня есть связи с какими-то чиновниками, я могу получить лицензию и теперь заводить такие пенсионные фонды, ну, потому что в основном владельцы таких страховых компаний, которые берут пенсионные фонды, это какие-то там, ну, скажем так, родственники, либо близлежащие знакомые своих знакомых. Но я туп-тупарем, я не знаю, что такое инвестирование, то есть я знаю только вот канал денег, канал денег нехилый, к примеру, там миллион долларов или два миллиона в месяц, да, и тут я нахожу ПИФ, который есть в портфельное инвестирование, я ему отдаю эти деньги и якобы вот эти деньги пенсионные, негосударственные пенсионные накопления, да, они уходят вот в таком направлении. Вот именно по этой причине и в России будут в октябре, в сентябре вернее, хотят принять, не знаю, насколько примут, успеют принять, не успеют принять, именно что 1% от этого всего сбора денег таких, 1%, смогут пенсионные такие фонды вкладывать в венчурные проекты, да. Но как мы уже беседовали с некоторыми товарищами здесь, которые заведуют этими направлениями, потому что мы хотим для Скайвея взять часть денег хотя бы, потому что ни много ни мало, а в России это сумма 1,8 млрд долларов, нам для Скайвея там 10% в год пошло бы, 200 млн мы получили бы, да, и пенсионеры российские, ну и просто в шоколаде бы были в течение последующих 100 лет, их родственники и знакомые. Так вот, и все пенсионные фонды, да, но, как нам сказали, там уже эти деньги, 1,8 млрд, они уже распределены, куда они пойдут. Они пойдут вот в такие пифы, то есть я родственник какого-то этого чиновника, ну как пример, я не родственник, но я якобы родственник, да, у меня все договорено, эти денежки идут, я там всем отлистываю, пифы мне тоже там какие-то делают вещи. Ну, в общем, пенсионеров опять вот наших российских, как американских кинули, так и наших российских тоже пытаются кинуть. Ну, надеюсь, что мы с Академией частного инвестора и есть некоторые партии, которые занимаются просвещением в этом направлении, и, по крайней мере, мы россиян немножко научим, точно так же украинцев и белорусов, и казахов, казахстанцев, вернее, и киргизстанцев научим все-таки правильному инвестиционному мышлению, чтобы вы разбирались, куда ваши деньги идут и куда нужно в кофе. Потому что негосударственные пенсионные накопления можно по своему усмотрению вкладывать туда, куда ты хочешь. Дальше смотрим инвестиционные компании. Ну, вот здесь вот огромное количество, особенно за последние 4 года, 5 лет, огромное количество инвестиционных компаний появилось. Казалось бы, 2-3 года работали компании, даже использовали многоуровневую систему привлечения, хотя я всегда удивлялся, откуда на спекулятивном рынке те большие доходности. Но эти компании рушились, и мы даже как Академия в свой портфель вкладывали туда, и, естественно, мы тоже потеряли часть этих денег. Ну, на весь портфель это никак не повлияло, потому что это была всего лишь часть. Но, тем не менее, есть хорошие инвестиционные компании, есть не очень доброкачественные компании. Но почему еще мы определили и сделать вывод, когда в прошлом году мы, как ФондСВИК, хотели получить позапрошлом, вернее, лицензии, почему мы не получили эту лицензию, у нас был хороший юрист проконсультирован, он сказал, то, что вы хотите сделать, а мы хотели такое предложить на мировом рынке инвестиционных услуг, которые вообще в мире никто не предлагал. Но, послушав нас, он сказал, что, говорит, даже если вы сделаете, через три месяца у вас заберут лицензию, и объявятся, что вы мошенники, потому что вы не вписываетесь в те правила, которые финмониторинг вырабатывает. Поэтому, даже если появлялись компании инвестиционные, вроде бы, хорошие, но у них специально, вот они аккумулировали деньги, эти деньги где-то там были в каком-то банке, да, а потом финмониторинг так придумал, думает, опа, денег собралось, там уже 50 или 100 миллионов. А давайте-ка мы сейчас эти деньги заберем, а эту компанию объявим там, что они жульки, да. Такой вот тоже, я знаком, скажем так, знаком с некоторыми людьми, которые реально хотели делать нормальные вещи, но в связи с тем, что их не проконсультировали, но они получили лицензию, и даже работали по лицензии, ну, у людей просто забрали деньги, нагло забрали деньги. Да, и многие скажут из-за вопроса, как так может быть? Ну, простой пример, вот с Анатолием Дарьевичем Мегницким, когда была открыта компания в Литве, и миллион евро у нас нагло банк забрал по распоряжению правительства, да, и юнистского объявили мошенникам. Вот вам, да, как на государственном уровне запираются деньги. Так вот миллион евро, а представляете, когда там аккумулируются там десятки миллионов или сотни миллионов евро или доллара, ну, не работаешь по их правилам, да, а еще если ты сегодня в геополитике поддерживаешь ту сторону, которая нам не нравится, ну, значит, мы у тебя заберем лицензию, тебя сделаем врагом, и ты будешь должен всем людям. То есть такой вот практикуется, и поэтому инвестиционные компании нужно выбирать очень избирательно и понимать отбор этих компаний. Восьмое, высокорисковые инвестиционные компании, хайп-фонды, огромное количество фондов было, к сожалению, вот, скажем так, хайп-фонды это вообще хорошее направление, это высокорисковые инвестиционные проекты, компания, да, но, к сожалению, под хайп, под хайп и огромное количество скамов и понзи, то есть понзи-пирамиды, скамы-жулики, огромное количество людей. Поэтому здесь необходимо понимать, как правильно отбирать компании, и если хочешь высокорисковую компанию, то нужно проверять эти компании. К сожалению, еще раз хочу сказать, 99% компаний это жулики или пирамиды. Девятое направление, неплохое направление MLM, сетевой маркетинг, да, сегодня статистика есть мировая, около 35% людей во всем мире задействованы в системе многоуровневого маркетинга, даже с рынком СМГ. На рынке СМГ около 12-30% люди, которые задействованы в системе многоуровневого маркетинга, поэтому это достаточно хорошее направление инвестирования. И вот последние 4 года, особенно после кризиса, несколько направлений появилось. Это долевое участие в готовый расширяющийся бизнес, долевое участие в стартапы. Сегодня есть много примеров, когда в стартапы люди вкладывают, ну скажем, небольшие деньги, и эти деньги растут очень хорошо. Венчурное инвестирование, и вот появляется 13-й рынок криптовалют, почему знаки вопроса, да, мы действительно будем сейчас разбирать. Это инвестирование или все-таки это всемирный обман? Бинарные опционы, которые, ну тоже он рынок как спекулятивный, и чтобы ты заработал миллион, значит, должно миллион человек потерять по доллару, теря 5-10 долларов, да. Многоуровневый краудинвестинг и обучение. Вот об этом немножко сегодня поговорим, и давайте перейдем все-таки к рынку криптовалют, инвестирование или всемирный обман. Сейчас я вам покажу простые алгоритмы. Академия Честного Инвестора была создана для того, чтобы людям сложные вещи инвестиционные, финансовые, которые якобы сложные, хотя ничего сложного нет, показать доступным таким народным языком. Вот сейчас я вам доступным народным языком покажу, что такое криптовалюты, и вы сами определите, является ли это всемирным обманом, похоже на Форекс или на другие системы, или может быть на какую-то валюту мировую, которая является сегодня ведущей, или это действительно инвестиционная проблема. Итак, давайте, дорогие друзья, будем смотреть. Итак, любая криптовалюта – это ноу-хау в цифровом формате обработки данных, спроса и предложения и остатка. А также основой является не валюта, чтобы вы понимали. И в биткоине главным является не валюта, а протокольная часть, то есть протоколы между одним клиентом и другим. А так как мы живем уже в мире информационных технологий, то есть таких вот онлайн, скажем, технологий, то нам необходимо, если я вам передаю какие-то данные, то ли это документ, то ли это валюта, как называемая валюта, монета какая-то, либо там взаиморасчет, чтобы этот взаиморасчет был зашифрован настолько сильно, чтобы никакой хакер не пришел и не взял. И вот тогда, в 2013 году, когда я был на финансовом форуме, представители биткоина высказали, сказали, что наша протокольная часть настолько высока, что вот доллар могут забанить хакеры, они могут любую биржу сегодня опустить хакеры, а у нас настолько сильная протокольная часть, что невозможно нас сломать. Но когда он эти слова сказал, ровно через три месяца весной 2014-го огромное количество, весной 2015-го огромное количество интернет был завален, что оказывается хакеры взломали биткоин протокольную часть, оказывается, знаете, вот ничего такого, как говорится, сверхсекретного нету. То есть, если кто-то ставит себе цель, тот ломает. И вроде бы как вывели, если не ошибаюсь, около 20 миллионов долларов. И тогда биткоин очень сильно просел весной. И это серьезно тогда повлияло на биткоин. Но на тот момент появились новые компании, компании бангкоин, линдкоин и так далее, и так далее. Сегодня порядка шести или восьми компаний, которые занимаются этим направлением. Давайте теперь смотреть простую часть. Что же такое простая арифметика? Берите ручку, лист бумаги, сейчас вместе будем писать. Смотрите, как генерируются криптовалюты для создания и поддержания. Простой пример генерации криптовалюты, чтобы вы поняли. Самый простой пример. К примеру, есть Вася, Петя, Наташа. Все должны принести по 10 рублей. Если они все принесли по 10 рублей, мы получаем, к примеру, один UE-криптовалюту. Например, один биткоин, один какой-то манкоин, один хавратоин, грубо говоря. Или академию оин. Если мы в академии захотим криптовалюту, назовем академию оин. Либо там хавратоин, грубо говоря. Коинт от слова счет. Коинт это считать. Так вот, расчет. Если Вася, Петя принесли по 10 рублей, а Наташа принесла 9 рублей 50 копеек, или 9 рублей 90 копеек, дорогие друзья, одного условного единицы криптовалюты не получилось. Но деньги пришли. Значит, на основании этого можно сделать пересчет курса этого коинта. Без разницы, как он будет называться. Простой пример поддержания роста криптовалюты или поддержания. Итак, приход, расход, остаток. Вася принес 10 рублей, ничего не забрал. Петя принес 10 рублей, забрал 5 рублей. К примеру, вывел 5 рублей. Наташа принесла 10 рублей, забрала 3 рубля. А еще появился Вова, который вдруг осознал и понял, что да, рынок криптовалюты это будущее, супер-купер, он принес 20 рублей. Но матрица из троих состоит. И нужно, чтобы 3 по 10, если даже Вася принес 20 рублей, в нашем случае, вот в нашем случае разбираем. Потому что у каждой криптовалюты есть своя формула. У каждой криптовалюты. У биткоина своя формула, у линткоина своя формула, у ванкойна своя формула. Этой формулой владеют только там часть людей, которые управляют компанией. И именно в цифровой обработке вот этой формулы и зависит вот эта вся протокольная часть. Потому что там 1 умножить на 2, 2 умножить на 5, 5 разделить на 10, 10 умножить на 30, 30 умножить на 8. И создается формула определенная. Мы рассмотрим сейчас простейшую формулу. Ну, понимаете, да? Так вот, появился Вова, который принес 20 рублей. То есть он пришел в следующую матрицу, в нее нужно 10 внести будет. Еще 2 Вовы должны прийти. Либо должен прийти Андрей, и должен прийти еще там, ну не знаю, там, Света или Оксана. И вот тогда будет производство второго коинта. Итак, мы видим. Приход равен 50 рублей, расход равен 8 рублей, остаток 42. Курс криптовалюты 30 рублей 1 уе. Криптовалюты. Значит, 42 рубля сегодня в остатке по курсу 1,4 уе криптовалюты. Таким образом у нас происходит рост криптовалюты. И когда биткоин почему очень сильно рос, он дошел, если не ошибаюсь, до 900 долларов. А потом, когда Китай объявил, что криптовалюты в Китае не будет, потом за ней биткоины, вернее, потом Россия сказала, что не будет. Я хочу сказать даже один момент такой. Я думал, что биткоины, вот за биткоинами стоят Ротшильды. Почему я это думал? Очень сильно рост пошел. И огромное количество таких именитых товарищей, там и Илон Маск, и компания Virgin в лице этого, как же его владелец, английский миллиардер. Ну понятно, наверное, вы знаете, кто это. И еще там некоторые лица. И честно говоря, вот когда биткоин начал так расти, я думал, что да, действительно биткоин Брэнсон, да, Ричард Брэнсон. Так вот, я подумал, что стоят Сорос и эти, и Ротшильды. Потому что Ротшильды еще в 2006 году, начали в 2005, они сказали, мы отказываемся от доллара. Доллар уже задолбал всегда. И они, вот Ротшильды, тогда уже начали скупать золото. И когда биткоин начал активно расти, и я наблюдал за этим со стороны, не участвовал, скажу сразу, наблюдал со стороны. То есть я даже пожалел, когда уже там по 100 долларов был за один биткоин. Думаю, ну блин, вообще вот лоханулься, надо было войти, и все. И особенно, когда я начал видеть, что он начинает монеты золотые печатать, думаю, ну все, наверное, Ротшильды 100% стоят за биткоином, да, то есть они хотят сейчас сделать вот такую мировую валюту биткоин. Но потом, когда Китай вдруг отказался от этого, я понял, что Ротшильды за этим не стоят. Потому что, чтобы вы понимали, за Китаем стоят Ротшильды. За началом экономического такого мирового роста Китая стоят Ротшильды, капиталы Ротшильды. И вот здесь я понял, что Ротшильды не, значит, здесь ни при чем, а просто рынок создал ситуацию такую, где действительно, скажем, криптовалюта начала вот именно биткоин расти. Но в то же время нужно понимать следующее, дорогие друзья. Вот давайте теперь представим, что вот Вася, Петя, Наташа, ну к примеру, Вася видит, что ага, его деньги, остаток, который у него остался, он 5 рублей забрал, а 5 рублей остался, 5 умножить на 1,4, у него 7 рублей уже, да, он внес 10 рублей, опять забрал и еще 7 может забрать. Он забирает свои 7 рублей, да. Значит, Петя, вернее, Вася смотрит, что у него не 10 рублей, а уже 14 рублей, а Петя может еще 7 рублей забрать, да. И Наташа вдруг видит, что ее 7 рублей умножить на курс 1,4 уже 9,8, то есть она 3 забрала, а еще 10 может забрать, да. То есть они могут забрать всего лишь 42 рубля. И вот кто первый заберет, ну того и, как говорится, тапочки, да. И вот что получается, что если в этой системе, ну чтобы вы понимали, да, вдруг создается ситуация, при которой все начинают забирать, значит кто-то, кто-то должен поддержать ликвидность, вот кто-то должен поддержать ликвидность. А это один в один, чтобы вы понимали, как Форекс создавался, там тоже, вот когда вот этот товарищ, который я был на финансовом форуме, сказал, что именно они запустили первый Форекс в 2003-2002 году, именно рынок Форекс, валюты. Я сразу понял, что вот оно, где раки зимуют, скажем так, да. Потому что система биткоина, она вот содержится на ликвидности, на создании ликвидности. И есть определенные бизнесмены, финансовые группы, которые эту ликвидность держат. Точно так в Форекс-конторах вот этих, да, есть компании, которые организовывают ликвидность. Либо простой пример, кто хотя бы немножко торговал фьючерсами, к примеру, на индексы российского рынка, украинского рынка, либо там европейского, либо американского, да, когда ты можешь фьючерс на погоду даже есть. Значит, есть компании, к примеру, Сбербанк. Компания хочет выпустить фьючерс на акции Сбербанк. Она должна, значит, создать ликвидность. То есть совместно с биржей они создают ликвидность. То есть Сбербанк, компания Сбербанк, она берет и вкладывает определенное количество денег в поддержание ликвидности. Потому что это на самом деле самый настоящий воздух. Вот точно так же, если я хочу, чтобы моя криптовалюта, которую я создал, она была ликвидна, а что такое ликвидность, чтобы люди, которые заводят деньги и выводят денег, особенно выводят, чтобы они в любой момент, что такое ликвидность, да, быстро текучесть, быстро оборачивание, да, чтобы тот, кто хочет вывести, чтобы он быстро вывел. Но с помощью поддержания ликвидности, вот как если взять Форекс, да, сегодня, даже если кухонный Форекс, он входит, на кухонном Форексе можно выяснить, а кто поддерживает ликвидность, то есть кто у них, банковская ликвидность, чья. Например, каких-то там компаний, допустим, многие российские компании, даже брокерские, перешли сейчас на поддержку ликвидности. В Питере есть такая вотная биржа, так называемая, которая огромное количество компаний российские поддерживают ликвидность именно форекс-торговли, скажем так. И они поддерживают эту ликвидность теми деньгами, которые есть. Если вдруг ликвидность, скажем, выводится больше денег, и тогда же курс может упасть, тогда эти банки должны принести деньги. Точно так в создании криптовалюты. Если больше выводятся деньги, значит кто-то внешний должен эти деньги поднять, если вдруг люди не поднимают. Это точно так же можно сравнить с банковским депозитом. Что если приходит банковский депозит, и эти же деньги не просто хранятся в банке, они же отдаются куда-то в бизнесе. Значит, получается, что кому-то даются кредиты. Но если вдруг какое-то количество людей хотят, чтобы забрать свои депозиты, значит должна быть поддержка ликвидности. Именно поэтому, скажем, центробанки, стран, они обязывают банки, чтобы у них было определенное количество денег для ликвидности. И плюс еще определенное количество денег нужно заплатить центробанк, в случае чего, чтобы центробанк выделил для того, чтобы погасить вот этот вот неприятный момент с возвратом депозитов. Вот пример один в один. Это, знаете, вот когда ты начинаешь изучать мировые финансы, ты понимаешь, что все мировые финансы, вот они вот точно так же находятся. Если говорить попросту, да, вот американский доллар, он прототип вот биткоина практически похож на американский доллар. Но американский доллар даже намного проще, потому что там просто на клавише компьютера печатают и все. Но мировые финансовые товарищи, императоры, они-то все равно создают сколько печатать, сколько нужно напечатать. То есть все равно есть определенная поддержка ликвидности, которую сами себе печатают. Поэтому, дорогие друзья, чтобы вы сняли розовые очки и понимали, инвестиция в данном случае в криптовалюте заключается только лишь в том, что если ты на начальном этапе, вот как ты биткоин приходишь, когда он там стоил даже, если не ошибаюсь, по 50 центов за один биткоин было, потом там в основном один, полтора доллара очень долго, месяца три-четыре было, а потом он пошел-пошел расти. Вот да, я согласен. Но второй момент очень важно понимать, а кто организовывает это. Если это организовывает какая-то финансовая группа, потому что после того, когда биткоин доказал, что это никакая не пирамида, что это нормальная цифровая валюта, то здесь огромное количество, скажем, стран, они взяли к себе на вооружение. Но более того, огромное количество вот этих вот биткоин, коинтов, да, там под другим названием, ну тоже коинты, там биткоин, там еще коин какие-то, вот я сейчас покажу, какие еще коины есть, да, а они, чтобы вы понимали, вот если говорить, те, которые действительно являются валютой, дорогие друзья, и те, которые можно обменять, это биткоины, литкоины, эдхеттурумы какие-то, догекоины. Вот есть четыре таких валюты, которые можно обменять на любую валюту, и то вот если взять догекоин какой-то, его невозможно поменять, его можно поменять только на литкоин, да, а литкоин еще поменять на что-то. Вот валютой может быть являться только то, дорогие друзья, что можно обменять, если это невозможно обменять, или если нужно ждать месяц, два, три или полгода, чтобы тебе вывести свои же деньги, да, которые ты вывел, то значит ликвидность отсутствует, чтобы выкупать. А если отсутствует ликвидность, нужно понимать две вещи. Либо это стартап по камень, который называет себя определенной криптовалютой, и что он когда-то выйдет на рынок. И вы так должны понимать, что вы инвестируете в обыкновенный стартап, то есть в обыкновенный может быть, даже не венчурный рынок, потому что венчурный рынок это немножко другая ситуация, да, но можно сказать, что в новое предприятие, которое заявляет, что они хотят стать там криптовалютой номер один в мире. То есть это нужно понимать, что тогда это инвестиции в будущее, но это не инвестиции в криптовалюту. Вот криптовалютой она станет только тогда, когда через любой обменный пункт в интернете, А если мы говорим о, как мне пишут, Андрей, ты же понимаешь, вот наша компания, это лидирующая компания, почему тогда я не могу вашей, я с удовольствием, мы как с КВНС друг, готовы принимать вашу валюту, оплачивайте нам, мы поставим процессинг и будем принимать ваш коинт, но когда я могу поменять, ну вы должны там пройти процедуру, погода, деньги должны не сниматься, ну пойдите, идите в одно место тогда. Значит вы не валюта, если вас невозможно поменять на что, невозможно вас вывести, значит вы не валюта, вы только пока проект, который хочет стать вот такой валютой. Вот это вы должны понимать, ребят. И второй момент, чтобы вы понимали тоже, ну по энергетике какие-то деньги, скажем так, фактически это практически те же деньги, когда вы ложите на депозит в банке, и депозит в банке, а вы ложите на Форекс, к примеру, да, и отдаете какому-то в управление трейдеру, который увеличит ваши деньги. То есть эти деньги забираются у кого-то. Вот я вам на простом примере показал, что если вы несли 10 рублей, а курс стал, допустим, уже там 1000 рублей за один коинт, да, а у вас этих коинтов там, ну не знаю, там 10, к примеру, да, то значит таким образом, вот таким образом, 10 умножить на 1000 рублей, у вас 10 тысяч рублей. Значит вы эти деньги у кого-то забрали. Второй момент, который нужно понимать, да, что если нет определенной технологии, которая поддерживает это, и когда говорят, а вот мы золото купим и золото теперь, золотые монеты напечатаем, но здесь тогда нужно понимать, а у кого ты будешь печатать золотые монеты? Ты сам будешь в золотодобывающей компании или ты будешь у кого-то печатать? Если ты у кого-то будешь печатать и покупать золото, значит нужно понимать, что ты золото будешь покупать по рыночной цене. Значит, если другое дело, этот коинт или организатор этого коинта владеет нефтезаводами, а золотодобывающими компаниями, и он же сам, ему там обходится это очень дешево, и эти монеты обходятся очень дешево, но задаем другой вопрос, а как эти монеты? Значит, тогда нужно получить лицензию, потому что биткоин получил лицензию. Биткоину сказали, а вы говорите валюта, финмониторинг говорит, хорошо, тогда получаете лицензию, то есть если вы валюта, если вы деньги, тогда получаете лицензию, и биткоину нужно было получить лицензию, и поэтому они сегодня практически банковским сектором приняты, во многих банковском секторе курс биткоина записан, почему? Потому что есть лицензия. Но в чем проблема, допустим, если биткоина взять, у него очень высокая волатильность, ну представьте, как курс формируется, вот я вам написал, как формируется курс, огромное количество людей, которые входят сюда, а которые выводят, нет, значит, курс вырос там, грубо говоря, из одного рубля за один коинт, к примеру, стал там, или доллар, один доллар, один коинт, он стал 600, или 200, или 300, или 500, как сейчас биткоин стоит, да? Значит, получается, что он вырос курс, а завтра взяли, значит, он просел на 10%, и нам давно говорят, почему биткоин-то не принимаете, да мы бы с удовольствием его принимали, но у него волатильность ужаснейшая, да? Сегодня ты его взял, допустим, этот биткоин, и у него курс там 500 долларов, ну 100 долларов, да, за один биткоин, а завтра он вдруг опустился и стал уже 85, а мы же инвестируем в реальный сектор экономики эти деньги, да? Значит, что получается, что мы тогда свои деньги должны заплатить, либо держать пока мисс вырос, а мы держать не можем, потому что у нас прямые инвестиции, то есть мы сразу с колеса даем деньги, покупаются все необходимые там стройматериалы, материалы там и так далее, и так далее, для того, чтобы инвестировать. Поэтому на коинты они, конечно же, не подходят. Я надеюсь, что со временем, как и по Форексу, да, будут, скажем так, ликвидность поддерживать огромные финансовые институты, и тогда каким-то образом это все будет. Но мое подозрение, что лично мое субъективное мнение, хочу сказать, и все, что вы слышите сегодня, дорогие друзья, это мой анализ, личный субъективный анализ, и это не заявление того, что так должно быть. Может быть, я ошибаюсь, я имею право на ошибку, вполне вероятно, что я ошибаюсь, да? Но вы должны понимать и осознавать сами, и принимать решения. Но лично мое глубокое убеждение, что это, опять же, игра товарищей Рокфеллеров, которые хотят сделать обнуление, им нужно собрать огромное количество, массу денежного во всем мире для того, чтобы сделать обнуление. Потому что они понимают, что у них попа полная наступает. А вот Ротшильды, ну ладно, к геополитике подойдем, я расскажу, почему все войны сегодня, и как в этой геополитике себя вести. Хорошо, дорогие друзья, так, где у нас, вот, все понятно, да? Да, через электронные обменники можно вывести, все нормально, все хорошо, но только, чтобы вы понимали, да, вот кто хочет так делать без проблем, вот, когда нам говорят, почему вы не принимаете биткоин, ты, ну ты же можешь вывести эти биткоины, можешь, да, ну так выведи их, обменяй на доллары и заплати нам условными единицами. Хочешь белорусскими рублями, хочешь российскими рублями, хочешь евро, хочешь долларами. Ты же можешь, да, ну возьми и выведи. Почему, дорогие друзья? Потому что однажды мне заплатили биткоинами, и потеря была за счет того, что даже рост произошел на 7%, но я когда выводил 8% потерял, то есть при обмене валют, а потом еще, чтобы перевести туда, куда мне надо, еще 3%, это вот 10%, да? И, исходя из того, что на 7% биткоин вырос, я все равно на 3% в минус ушел. Зовем вопрос, зачем мне это нужно, свои собственные деньги на этом терять. Поэтому, кто хочет платить биткоинами, я всегда говорю, без проблем, или там линдкоинами, ванкоинами и там так далее, так далее, без проблем платите. И вот самая цена, если говорить и заявлять, что о валюте. Вот смотрите, есть вот эта вот платформа BestChange. Это называется платформа всех обменных пунктов. Вы можете зайти в BestChange и посмотреть, как вы можете поменять любую валюту на любую валюту. Вот я приведу простой пример, когда мне говорят, биткоины это будущее за электронными валютами, за криптовалютами и так далее, и так далее. Криптовалюта, да, это цифровая валюта за счет вот этих цифр, да, за счет того, что люди приносят деньги, организовываются курсы. Но давайте посмотрим, везде нужна ликвидность, везде нужно поддерживать ликвидность. Биткоин это, либо это Яндекс.Деньги, либо это WebMoney, либо это MasterCard, который вы выводите, да, либо это любая валюта, которая есть. Нужна ликвидность, чтобы выводить. Если не будет ликвидности, вы не сможете выводить эти деньги, ну поймите его, да. Так вот Яндекс.Деньги, почему они все больше и больше популярность в России набирают, там Kiwi деньги, они имеют лицензию Яндекс и Kiwi. Но я вам хочу сказать, это тот же разновидность электронных денег, только они не цифровые деньги, они обыкновенные деньги, они получили лицензию, они называли, что мы электронные деньги, мы интернет-деньги, в интернете, для оплаты в интернете. Но сегодня все больше и больше, они расширяются, если говорить Яндекс, там можно и билеты покупать за Яндекс, и не везде, правда, да, и оплачивать за коммунальные услуги, и все, что угодно, и штрафы, и так далее, и так далее, и так далее, везде. Так вот задаем вопрос, если я Яндекс могу обменять на любую валюту, на доллар, на евро, на биткоин, на лейткоин, на вебмани, на акпей, и так далее, и так далее, то почему тогда криптовалюта, которая заявляет, что она будет номер один в мире, ее невозможно нигде поменять. Но они же популярны, бестчендж, это самые популярные обмени, по крайней мере, на русскоязычном пространстве. Так вот, пожалуйста, давайте будем менять тогда, потому что здесь есть, вот товарищ написал, что там какая-то компания открылась, у них есть лицензия, и они могут поменять биткоин. Вот, значит, они есть вот в этом бестчендже, они могут поменять, и вы можете увидеть. И вот посмотрите, вам простой пример, вот здесь про биткоин, да, биткоин меняем на Яндекс, один курс там, да, биткоин меняем на наличные даже, или там биткоин меняется на Visa MasterCard, то есть, ну, то есть вы вводишь на Visa MasterCard, да. То есть, смотрите, какой интересный момент, и если говорить, допустим, опять же, о биткоине, да, задаем вопрос, а что тогда биткоин, если такой крутой, почему до сих пор MasterCard или Visa не привязали, или хотя бы не привязали Unipay, китайская система Unipay, да, либо наши системы, там уже есть мир, просто, ну, и так далее, и так далее, да. Значит, не все так просто, значит, получается, что они не могут привязаться, если Яндекс сразу привязан к Visa MasterCard, то есть не Visa, а MasterCard, да, вот. Где у меня, покажу, да, обыкновенный, вот, они не заявляют, что они крутые, ну, вот, Яндекс карта бесплатно выдается, иду в любой автомат, даже находясь здесь в Крыму, говорят, что санкции, иду в любой автомат и снимаю деньги, да, тогда это электронные деньги, которые, действительно, валюта, которые можно в любой момент за них что-то купить, потратить, и так далее, и так далее. Вот это вот нужно понимать, дорогие друзья, по криптовалютам. У меня, теперь напишите несколько осознаний, только мне не нужны ваши реплики, я понимаю, что вы там начитались хорошей литературы, которую вам в голову положили, все, что вам нужно положить. А вот для людей, особенно впервые, кто, и те люди, которые, ну, сильно там уже не зашорены на криптовалютах, скажите, понятно ли вам, вот, смог ли я простыми вот этими примерами показать вам, и что вы из этого поняли? Ну, вот, вкратце напишите. Я не знаю, что такое редекс, поэтому я не скажу пару слов. Все понятно, все нормально, ну, все здорово. Ну, кто зашорен на криптовалютах, не надо мне писать за сети, пожалуйста, потому что я знаю, что вы там уже зомбированы на криптовалюты, вы считаете, что они суперкуперные, и так далее, и так далее, да, я же говорю, даже про те биткои. Вот я получу биткоины, выведу их на Яндекс и потеряю еще Яндекс, у меня 3% заберет. Итого я потеряю в общей сложности где-то 10-15%. Ну, зачем мне терять? Ну, практически математика, да. Ну, я не скажу, что чепухонь, дорогие друзья. Криптовалюта появилась немножко, как бы, вовремя, потому что, знаете, если вдруг экономический кризис будет мировой, почему криптовалюты начнут расти? Потому что люди будут, знаете, вот есть такое понятие валюта-убежище. То есть, когда ты хочешь где-то свои деньги переложить, чтобы хотя бы сохранить. Даже если там чуть-чуть потеряешь, но хотя бы сохранить. Ну, приведу вам простой пример, что крупные финансовые группы в 2015 году положили, крупнейшие финансовые группы, ну, чтобы понимали, о каких суммах идет речь, а почему крупнейшие европейские финансовые группы, а за ними стоят пенсионные деньги, пенсионеров, скажем так. Они положили в 2015 году, купили облигации итальянских, это Италии государственных займов, да, облигации, бонды называются, и японские. Значит, Япония дала 0,15% минус за 2015 год, а Италия 0,25%. То есть, представляете, до сохранения денег с отрицательной доходностью. Но это их не испугало, 2 триллиона долларов положили. А в 2016 году еще 8 триллионов эти же финансовые группы положили. То есть, их не пугает то, что будет небольшой минус. Для них самое главное сейчас сохранить хотя бы эти деньги. И искать рынки, где на этих рынках какие-то рынки, которые потом дадут сверхдоходность. Понимаете? Поэтому криптовалюты, они вполне вероятно могут стать такой вот валютой-убежищем. Но, опять же, чтобы вы понимали, что если потом курс вырос, и все начинают забирать, и ты положил одну сумму денег, и ты забираешь самый последний, тебе даже денег может не остаться. Ну, чтобы вы понимали, да? То есть, я не скажу, что это пирамида. Пирамида работает под другими углами, под другими свойствами, да? Но, чтобы вы понимали, что она узаконенная. То есть, есть, можно получить лицензию на создание криптомонет. Я смеюсь и называю чеканка монет, да? Но чеканка монет делается вот таким способом, более сложным способом, чем я описал. Поэтому, дорогие друзья, это не скажу, что это плохо, да? И в какие-то моменты это даже может быть палочкой-выручалочкой в экономическом плане. Но это как одна из разновидностей определенной валюты. Вот как сегодня я свои средства, часть своих средств, да? Наличных, ну, не наличных, а средств, денег, да, скажем так. Держу в нескольких валютах. В том числе и китайский юань, и английский фунт. И даже были некоторые деньги в биткоин. Они тогда, когда опустились, немножко там биткоинов прикупил, сегодня выросли, да? То есть, ну, скажем так, это сохранность моих денег. Я не рассматриваю это как инвестиция. Потому что в каждом портфеле должны быть деньги, так называемые финансы, да? Это ликвидные финансы, когда в любой момент ты заберешь, да? Они выросли там, ну, можно сказать, в полтора раза, эти биткоины. Но это один из моментов сохранности денег, которые в любой момент те же биткоины, вот скажу даже, в какой момент, да, по тем же биткоинам я быстрее могу их получить, чем китайский юань. Китайский юань, мне нужно звонить в банк и сказать, чтобы они не поменяли, и только завтра они поменяли. Ну, чтобы вы понимали, да? Но нужно относиться к этому как один из моментов такого вот валюты-убежища. И ты можешь сохранить какую-то часть своих средств. Ну, и может быть, чуть-чуть приумножить. А куда же инвестировать? Давайте посмотрим теперь высоко доходные инструменты инвестирования 2016 года, дорогие друзья. И что это может быть? Итак, первое – это долевое участие в готовых бизнесах с высокой доходностью, с перспективой расширения и потребления, и с высокой степенью контроля. У меня есть курс, попросите, найдете в интернете запись «Новая экономическая эволюция мира», я об этом описывал. То есть, если вы входите в проекты долевого участия, в готовые бизнесы, к примеру, есть готовый бизнес, приведем там завод А, назовем, да? У этого завода есть определенная доходность на уровне, может быть, там 15-20% в месяц. Этот завод хочет, ну, предположим, да, ну, как пример приведу, да, заместить свои кредитные средства, чтобы вы понимали, любой бизнес сегодня, какой бы ты ни плюнул в бизнес, да, вот миллионеры, миллиардеры, они-то чуть-чуть не в банках. И банки таких вот таким образом поставили в позу, что они дают сегодня не более 20% от своего капитала, да, то есть, если раньше можно было брать, к примеру, там, какой-то завод стоит, например, 100 миллионов долларов, ты можешь получить 70 миллионов долларов, да, и тогда увеличить производство и, естественно, получить больше прибыль. То сегодня они снижают, почти давали еще год назад 30%, сегодня снижают до 20%. И вот у человека нет оборотных средств, ну, вернее, у компании нет достаточно оборотных средств для того, чтобы расшириться, и они бы с удовольствием заместили свой кредит, да, вот тогда может быть долевое участие в готовых бизнесах, где организованы какие-либо финансовые, скажем, группы, компании, которые предлагают и, естественно, перспективы расширения, потому что нужен оборотный капитал для того, чтобы увеличить объем, рассчитаться с кредитами и еще увеличить производство, да, вот тогда вы можете иметь вероятность, и если это, грубо говоря, там, а он готов делиться 50 на 50, к примеру, 15% он получает, 7,5% ваше, 7,5% ваше, 7,5% ваше, потому что он не хочет уже с банками надоело ему, там, с финансовыми группами работать, да, если правильно выработана ситуация, то тогда можно туда инвестировать и получать определенную доходность, да, вот в данном случае с 2016-2017 года мы, ну, примерно, похоже, ну, у нас это будет, правда, долевое участие в новых проектах, мы будем создавать новые адресные проекты, при которых за 3-5 лет будет запускаться проект, и доля, которая будет инвестирована в начале, будет настолько высока, что вы себе даже не представляете, но здесь нужно понимать, что когда вы инвестируете в такой сегмент рынка, ваши финансы, они не ликвидны, вы не можете завтра сказать тому собственнику, отдай мне, пожалуйста, мои деньги, все, я получил тут за один год, там, допустим, прибыль, там, 150% или 100%, все, теперь я хочу забрать и свою долю, и процент я каждый месяц получал, да, то есть это невозможно, почему? Вы должны понимать, что когда вы инвестируете в такой сектор экономики, ваша задача и мышление инвестора должно быть сосредоточено, за какой промежуток времени ты можешь вернуть свои деньги для того, чтобы еще дальше положить и еще больше получать. Приведу простой пример, вы инвестировали примерно вот по такому классу определенное количество денег, ну, вот возьмем сейчас, как пример приведу, да, давайте рассмотрим, долевое участие в новых проектах с гарантированной доходностью, с перспективой расширения роста, а также с высокой степенью контроля. Это то, что мы уже будем делать в 2017 году и предлагать огромному количеству населению, чтобы они стали участниками адресных проектов. Что это означает? Ну, давайте приведу простой пример. Есть у нас адресный проект, у нас несколько, порядка сегодня 15 адресных проектов разрабатываются. Что такое адресный проект? Где мы договариваемся с властями, что им нужен транспорт Skyway. Ну, к примеру, там, с пункта А в пункт Б, с 10 километров, общая стоимость проекта 50 миллионов. Посмотрите, какие интересные моменты мы сегодня схемы разработали. Значит, нам необходимо будет только лишь 10% на уровне 10%, то есть 5 миллионов, 10 миллионов по системе, так называемого, краудинвестинга дать на технические материалы. Но что такое гарантированная доходность и с перспективой расширения? Посмотрите, какой момент. Почему мы находим финансирование? То есть нам финансирование нужно только лишь 10%, на уровне 10 миллионов. Как только мы получили финансирование на уровне 10 миллионов, у нас есть финансовые группы, которые могут нас профинансировать, как российские, европейские, так и американские, в строительство адресных проектов с долей в 90-85%. К примеру, возьмем вот этот участок 10 километров, на который нам нужно 50 миллионов. Значит, мы его, скажем так, по краудинвестингу дали 10 миллионов, 90%, то есть 40 миллионов мы получаем от финансирования от европейского банка, к примеру, потому что это про адресный проект в Европе находится. И почему нам банки дают европейские? Потому что у нас есть договоренность с продавцом, с покупателем, который купит у нас проект, а у нас есть уже прям договор, что если мы создаем этот проект, и он дает хотя бы 3% или 2% годового дохода, он выкупает у нас, предположим, 50% доли этого проекта по сумме, которая будет на тот момент. И при просчете мы делаем, что доходность нашего проекта будет на уровне 100-120% годового дохода. Значит, если ему дать 3% годового дохода, 50% доли мы продадим примерно за 300-400 миллионов евро. И он нас с удовольствием купит, потому что он будет получать 3% годового дохода. Вот это я называю гарантированным. Вы как бы входите в начальный проект, но с высокой степенью гарантии. Почему? Потому что есть определенные договора, которые и банки с большим удовольствием дают, потому что у тебя есть гарантии того, что когда ты сделаешь этот проект, у тебя купят этот проект 50% доли. Вот это я называю. А таких проектов, скажу вам сразу, сегодня практически нет. Почему я занимаюсь Skyway? Потому что именно в Skyway можно создать такие предприятия, которые на вложенную тысячу долларов через 5 лет ты можешь получить 100 тысяч. Извините меня, такого нету нигде, ни в каком сегменте рынка. И когда мне говорят, Андрей, почему я занимаюсь только Skyway? Ну, первое, потому что рынок 500 триллионов долларов, а мы, как, скажем, многоуровневый краудинвестинг, сможем осилить примерно 10%. Немного, не мало, 50 триллионов долларов. То есть мы сможем создать армию людей, которые смогут заработать миллиарды долларов. Ни в одной компании многоуровневого бизнеса, ни в одной компании инвестиционного бизнеса сегодня таких предложений, извините, нету. И это вот второе направление. Третье. Венчурные проекты в стадии стартапа. То есть вот если говорить о некоторых венчурных проектах, если говорить, вот, к примеру, сегодня о, опять же, Skyway, это сегодня уже не сет. Вот когда мы начинали два года назад, когда мне говорили, Андрей, ты, блин, лоханулся, пришел в пирамиду, тогда была только идея, тогда не было ни, скажем, земли, не было ничего. Когда сегодня уже идет строительство, когда сегодня уже полным ходом нас приглашают на инотранс, вот 23 числа мы на инотрансе будем представляться, ну, компания Skyway будет представляться, да, когда у нас сегодня, скажем так, чиновники, государственные чиновники хотят заключать уже контракты и едут на инотранс, да, это европейские чиновники, да, и наши постсоветские страны здесь, с России, ну, буду говорить, следующие страны какие-то, да, хотят заключать контракты на адресные проекты, что говорят, у нас есть деньги, мы хотим строить адресные проекты у себя в странах, да, то, ребята, это уже не сет, не начальная стадия, это уже венчурный проект в стадии стартапа. Могут ли появиться еще такие проекты? Вполне. Я уверен, что сегодня рынок настолько уникальный, что завтра может появиться там проекты, которые могут дать определенные направления, и человек может выбрать, но нужно научиться выбирать. Академия Частного Инвестора создана для того, чтобы в первую очередь вы понимали, что такое инвестиционное направление, сегменты инвестирования и инструменты инвестирования. Поэтому посещайте вот курсы Академии, и с 15 сентября, когда нам будет 5 лет, мы вводим некоторые курсы новые в Академию, чтобы мы хотим сейчас сделать огромную армию инвестиционных консультантов, потому что наступило время такое, где огромное количество предприятий нуждаются в нашем консультировании. Это очень хороший бизнес и очень хороший дополнительный доход, скажем так. Недавно только общаюсь, в последнее время, за последние месяцы пообщался где-то около 10 человек. Всем нужна моя помощь в консультации. Я говорю, я не могу консультировать, у меня нет времени. Я говорю, на семью мало времени. Сегодня выходная эта неделя должна была быть. Сегодня последний день отработаю, и все, на месяц ухожу в отпуск, потому что немножко подустал я уже. Летом два раза на море всего лишь был. Так вот, венчурные проекты в стадии стартапа. И четвертое образование, как инвестиции, так и личностное. Давайте посмотрим, какая же валюта может быть самая надежда, постоянно растущая, неподверженная инфляции, обесцениваемая, дорогие друзья. Вот на ваш взгляд, что это может быть? Спрашивают, можно ли инвестировать в какие-то новые мобильные приложения, дорогие друзья. Ну, если это действительно новое мобильное приложение, почему бы не инвестировать? Просто многие мобильные приложения, которые предлагаются, знаете, смотришь, говорят, это новое. Но он уже, блин, действительно, кто-то ответил. Два года это предложение существует. Действительно, есть вот новые. Вот я, знаете, вот сюда задумываюсь, и сейчас времени нет, но у нас сейчас пришла очень хорошая группа разработчиков новых, вместе с IT-директором. И вот сейчас они сделают там те задачи, которые нужны. И одна из задач, которую я хочу поставить, да этот скайп меня уже задолбал, честно говоря. И вайбер немножко, то есть есть новые моменты. И мы хотим поставить задачу нашим разработчикам, чтобы они сделали вот типа скайпа, потому что он нам нужен в первую очередь для наших инвесторов. То есть мы будем для себя это все делать в первую очередь. А второй момент, нам нужно сделать такую общалку, чтобы еще там определенная документация по управлению была. То есть это определенное будет мобильное приложение, которое будет работать везде, на компьютере, везде. Я так хочу. Потому что нет ни одного приложения, которое могло бы нам отвечать вот этим всем методам. А если они даже есть, то я не хочу еще свою базу отдавать клиенту на один метод. Но опять же хочу сказать, вот такое мобильное приложение создать, да, ну пускай это будет стоить 100 тысяч долларов. Но мы своими кругом там только директоров это все сделаем. Зачем нам еще кого-то принимать? Вот нужны люди тогда, когда ты не можешь сам все это сделать, да, и тебе нужно дополнительные деньги. А когда там, ну простой пример вам приведу, тот же WhatsApp, на него нужно было 265 тысяч долларов, да, найти всего лишь навсего, а его Цукерберг купил за 14 миллиардов. Ну понимаете, да? Поэтому все эти приложения, это не такая уж, скажу вам, ну это уже уходящие поезда IT-технологий, скажем так, в инвестиционном мире. К накопительному страхованию я отношусь, как есть второй уровень инвестора, который называется долгосрочный инвестор. Вот накопительное страхование, это одно из направлений долгосрочного инвестирования. Вот я к этому отношусь, как к долгосрочному инвестированию. В джеме Алексея Увара вы можете для своих инвесторов отправить тысячи, десятки тысяч сообщений одновременно. Но понятно, я могу и так их отправить, если мне это нужно будет. Зачем мне куда-то в джем заходить? Поймите, все эти приложения сегодня связаны даже не с одной целью, чтобы дать вам приложение, какой-то инструмент, чтобы заполучить вашу базу. Вот нам недавно предлагалось, именно нам фонду, поучаствовать в одной криптовалюте. Они там типа разрабатываются, криптовалюта. И если больше будет голосов, то значит, ну все супер-пупер, значит вы победите, и вам выделятся деньги. Но на самом деле это была замануха для того, чтобы заполучить базу. Но мы не пошли на это, потому что я не хочу отдавать свою базу. Сегодня самая ценность в мире, это база людей, которую ты собираешь. Я хочу вам сказать, не много не мало, база наших людей, в среднем у нас сегодня это почти 200 тысяч человек. Практически каждый человек, который поддержал проект, нам обошелся, ну примерно от одного до полтора доллара. Ну чтобы вы понимали, да. Вот я так просто должен отдать кому-то эту базу людей. Хорошо, дорогие друзья, давайте запишем. Валюта является это знание. Вот сейчас я хочу вам поставить вот это видео. Называется, куда инвестировать 10 тысяч рублей? Сразу к вопросу. Здравствуйте. У меня есть 10 тысяч американских долларов, я хочу их приумножить, но не знаю, о как и где их уложить. Наверное, вы не сделаете то, что я вам скажу. Самое лучшее инвестирование, которое вы можете сделать в настоящий момент, это в свои мозги. Вы это самый лучший человек, в которого можно инвестировать. Помните, что говорит Библия. Все, что вы делаете, что бы вы ни делали, что бы вы ни делали, не сообразуйтесь, но преобразуйтесь обновлением своего ума. Если мне дать карандаш, листок бумаги и оставить на два часа меня одного, я могу миллион долларов заработать моментально. Почему это происходит? Потому что я потратил много денег на свои мозги. Я создаю бизнес-формулы, которые стоят целое состояние. Как я это делаю? Я потратил деньги на свои мозги. Я могу одновременно читать восемь книг. Я очень быстро могу вспоминать информацию. Я могу за четырнадцать часов написать книгу, которая станет бестселлером, и ее не надо будет даже корректировать. И я делаю это при помощи ручки и бумаги. И обычно, когда я заканчиваю писать книгу, она стоит, то есть она приносит более пяти миллионов долларов. Психологи мне говорят, что у меня очень необычный мозг, потому что я никогда так и не выучился в школе. В школе я не учился. Они говорят, концепции, которые ты задумываешь, очень необычны. Они говорят, просто не встречали мозг такого типа. И я сказал своей жене, если что-нибудь с этими мозгами произойдет, и мне, ну, если попадут в аварию, и мне нужна будет пересадка мозгов, пожалуйста, обязательно постарайся, чтобы мне пересадили только христианские мозги. Она говорит, а почему христианские мозги? А потому что ими никто никогда не пользовался. Они новенькие, свеженькие всегда. Потратьте деньги на свои мозги. Все десять тысяч потратьте на свои мозги. И вы сразу после этого сможете заработать сто тысяч. Следующий вопрос. что нужно вкладывать деньги в свои мозги. И я вам скажу, это действительно так. Однажды я услышал еще в 98-м году, у меня был первым моим тренером француз, таким, не первым, а вторым тренером был. Первым были наши ребята из Запорожья тогда. И он сказал, говорит, Андрей, работай над тем, чтобы твой мозг стал профессионалом, чтобы ты стал профессионалом. Работай на свое имя. Потому что, если ты станешь профессионалом, деньги всегда будут к тебе идти. И поймите одну важную вещь, дорогие друзья, деньги, количество денег, это не просто деньги, которые к вам приходят, потому что вы вдруг получили, ну не знаю, там какую-то формулу успеха. Деньги, это количество денег определенное, там 50-100 тысяч долларов. Бодер Шефер мне понравилось, сказал на одном из тренингов, я был два или три раза на его тренингах, это он называет «Финансовый Моссард», Бодер Шефер, и он сказал такую вещь, что как только, когда он сказал своему тренеру, что он говорит, ему не нужно 100 тысяч марок тогда зарабатывать, ну пускай это 100 тысяч евро будет, а тот ему сказал, говорит, мне не важно, что ты думаешь о деньгах, мне важно, каким человеком ты станешь, чтобы к тебе эти деньги пришли. Поэтому, благодаря тому, что вы вкладываете деньги в свой мозг, то есть вы запитываетесь знаниями, вы никогда, вот слово плохое никогда, не никогда, а вы всегда будете в цене, вы будете всегда расти, самое главное, хотя бы раз в год, раз там полтора-два года, быть на каких-то мероприятиях, да, быть на образовательных мероприятиях, которые, первое, по той теме, в которой вы двигаетесь, ну к примеру, хотите двигаться, вот у меня одна из целей, вот построить хотя бы миллион километров дорог и потом перейти в новое направление, это так называемая квантовая физика, никто точно не знает, много специалистов квантовой физики, но никто точно не знает, что такое квантовая физика, а квантовая физика это станет основой жизни, не только жизнеспособности человека, а прогрессивного роста человечества, скажем так, вот одна из моих целей, это переход дальше, вот такое изучение квантовой физики, и потихоньку сегодня уже изучаю, что это такое, так вот, если я захочу активно заниматься квантовой физикой, мне нужно будет посещать мероприятия, где об этом говорят и обучают, но при этом нужно понимать, что всегда необходимо быть на каких-то тренингах, раз в год хотя бы, по личностному развитию, чтобы вы как личность еще рассеяли, это очень важно, поэтому 8 правил частного инвестора, и 8 основных принципов успеха являются основой вашего финансового бизнеса. И последнюю картинку по знаниям покажу, да, вот когда у тебя все плохо, и ты падаешь вниз, вот красное это минус, да, плюс это зеленое или синее, да, вот вверх, благодаря знаниям, то есть как только ты падаешь, нужно понимать, а чего ты не знаешь, и быстренько идти, обучаться туда, где этому обучают. Итак, давайте дальше пойдем. Третье, классификация инвестиционных предложений, какие существуют, по рискам, по надежности, по ликвидности. Вот если говорить, опять же, про криптовалюты, которые сегодня мы изучаем, да, то есть существует, класс гарантированного сегмента инвестиционных предложений, низкорискового, среднерискового, высокорискового, нужно понимать. Второе, по надежности, гарантированный, но надежный, и гарантированный, ненадежный, да, есть низкорисковый надежный, низкорисковый ненадежный, высокорисковый надежный, высокорисковый ненадежный, да, и вот зачастую люди вкладывают в сегменты, скажем, ну скажем так, мало того, что высокорисковый, еще и ненадежный, да, Вы можете вложить по надежности высокорисковый инструмент, но в надежную компанию. Но вы можете вложить в гарантированный инструмент, вроде бы, как вам кажется, но в ненадежную компанию. Здесь очень важно отбирать эти компании, и это мы опять же обучаем в Академии Честного Индустра. По ликвидности, высоколиквидный, низкодоходный, ликвидный, доходный, низколиквидный, высокодоходный, высоколиквидный, высокодоходный. Когда вы инвестируете в начальном стадии в какой-либо проект, вы инвестируете высокодоходные, но они практически неликвидные. Вот если взять сегодня акции Skyway, это высокодоходный инструмент инвестирования, который в будущем принесет огромное количество капиталов. И опять же скажу, почему я занимаюсь, потому что за всю историю 15-летнюю, а сегодня это уже не 15, а почти 18 лет работы в инвестиционном бизнесе, сегодня это единственная компания Skyway, где я могу и влиять на рост акций, и могу влиять на риски. То есть я могу избежать рисков, и я могу влиять на доходность инструментом, поэтому я и занимаюсь 100% Skyway. И вот здесь нужно понимать, что если вы выбираете криптовалюту, и вам предлагают инвестировать в эту валюту, потому что она станет скоро супермировой, а еще интересно, когда там было сначала определенное количество монет, а потом они увеличивают чуть ли не в 50 раз этих монет. За этот вопрос, ну к примеру, биткоин выпустил определенное количество монет, и у него доли уменьшаются, и в чем ценность того же биткоина, что у него, если говорить по монетам, не говоря по протокольной части, у них, скажем так, 16-разрядная после закатой может быть, вообще заложено. У них сегодня пока 8 работает, но может 16 разрядов после закатой работать. То есть ты можешь инвестировать там, грубо говоря, 1 доллар, если биткоин стал там даже 16 тысяч, да, нет, 1600, да, то после закатой у тебя может быть 16 разрядов, да, вот в таком вот плане. Нет, 16 тысяч, да, 16, нет, 16 разрядов, это 16 миллионов. 16 миллиардов, о, в таком плане. Не надо увеличивать количество монет определенных, а идет увеличение доли, которое может делиться. Вот это вот интересный момент. Поэтому вы должны всегда по рискам, по надежности, по ликвидности оценивать свои инвестиционные направления. И если говорить о мериле всей инфляции, куда съезжает фокус, дорогие друзья, вы знаете, всегда было, есть и будет, что золото являлось драгоценным, золото и драгоценные металлы, камни были, всегда будут мериланы инфляцией. Вы знаете, я, когда меня спрашивали, Андрей, почему я не инвестирую в золото, вот по золоту тоже был момент, когда кризис наступил 2008 года. Все как, ну, ненормальные, особенно огромное количество сетевых компаний, которые занимались золотом, говорили и бриллиантом. На самом деле, ну, они не занимались золотом, бриллиантом. Это была сетевая компания, которая продвигала за определенную квалификацию, получишь золото, получишь бриллиант. У меня знакомый, там, бриллиант один карат получил, один, там, золото получил за свою хорошую работу, там, что-то 50 грамм, кажется, ему выслали. Ну, не выслали, ездил, потом привез, да. Но вопрос в чем? Это все многоуровневые компании были, да. И вот здесь, когда мне задавали вопросы, и на Академии, особенно 15 курсов базового обучения частного инвестора, это самый такой крутой курс, где мы готовы практически инвестиционных консультантов. То есть, если человек хочет стать инвестиционным консультантом, он должен проходить вот этот курс, а потом он проходит курс инвестиционного консультанта. И вот я всегда говорил, да, я если инвестирую, то инвестирую либо в золотые изделия, особенно там цепочки, там, еще всякие, ну, чтобы не было камней. Почему? Потому что в момент каких-то неприятных моментов, там, и я это на примере приводил, если бы в 1970 году вы пошли бы на работу и работали бы 40 лет до 2010 года, и 10% откладывали от своего дохода, и от этих 10% всего лишь десятую часть покупали бы себе золото. Вот накопили за два года и купили себе цепочку, купили себе там кольцо, не себе, а просто вот купили и складывали. То за эти 40 лет человек мог бы в своем арсенале иметь почти 25 килограмм золота. Даже по сегодняшней цене золото вроде бы как упало, и оно примерно 1200 долларов за унцию разделить на 35 грамм. Ну, это примерно 34 доллара. В ломбарде разделить напополам, это где-то, наверное, по 17 долларов. Так вот, 25 килограмм золота умножить на 17 долларов за грамм, это было бы ни много ни мало, 425 тысяч долларов у человека по сегодняшнему курсу. То есть, грубо говоря, откусил себе там 10 грамм, пошел, продал, и все, можешь там 17 долларов умножить на 10 грамм, 170 долларов в неделю жить пенсионерам. Не месяц, а недельку. И таким образом накопление было. И поэтому я золото рассматривал как накопительная такая часть, но когда нормализуется обстановка, то можно его и продать, то есть оно тебе не нужно накоплять. А очень привлекательные инвестиции, дорогие друзья, это инвестиции в золотодобывающие компании. Почему? Объясню. Потому что золото на выходе, ну, чтобы вы понимали, вот когда я разговаривал, познакомился с одним человеком интересным, у них золотодобывающая компания, они готовят, я им рекомендовал, посоветовал, как нужно запуститься проект, то есть они предлагали, чтобы мы взяли в раскрутку, но времени на это нет, и, естественно, мы не взялись. Ну, я его проконсультировал, как нужно все это в раскрутку сделать, и они скоро заявятся на рынке, да, но я записал видео специально, задавал вопросы, и через две недели у нас будет вебинар, я приглашу его, потому что тоже сейчас запускается, они очень интересные, говорят, предложения, я задал вопрос, говорю, Саша, а скажи мне, вот золото, ну, вот оно же падает в цене. Когда он мне сказал, он говорит, ты понимаешь, что золотодобывающим компаниям всем мире легче, если вдруг упадет золото меньше тысячи долларов, они просто остановят все заводы и не будут добывать, отправят всех в бесплатные отпуска, а сегодня практически все золотодобывающие заводы и фабрики, они не обрабатывающие, они практически автоматизированы, там людей работает, ну, не знаю, там, хотел сказать, ну, чуть-чуть, да, скажем так, а все автоматизированная система. Он говорит, легче отпустить, и тогда, говорит, год не выпускать золото, а спрос на золото появится, и цена опять появится, подняется вверх. Только многие крупные компании остановились просто на три месяца, сразу же золото начало расти в цене. Так вот, запас очень хороший, очень интересный, и когда мы с ним поговорили, мы говорим, слушай, так это золотая жила фактически. Он говорит, ну да. Я говорю, слушай, ну давай запускайся, потому что лично я с большим удовольствием сам проинвестирую очень достаточно хорошие деньги, и вот я жду, не дождусь, когда они откроются, чтобы со мной стать инвестом. Вот это интересное направление. Но вот здесь, вот я бы тем компаниям, которые себя заявляют, что у них там биткоины, вернее, они биткоины, а коинты какие-то, вот я бы рекомендовал вкладываться в компании, которые действительно какую-то часть денег вкладывать в компании, которые действительно могут быть мерилом инфляции, потому что мерилом инфляции могут быть золото, драгоценные металлы и камни, а второй момент – технологии. Вот технологии, они всегда останутся, извините меня, определенным мерилом инфляции, потому что если вкладываются технологии, особенно технологии, которые, сегодня говорят, есть приложения, которые там все будут пользоваться. Но сегодня все понятия растяжимы, но вот представьте себе, если бы вы вкладывали в технологию Android когда-то, или в Google, ну сегодня Android – это Google, да? Вот в Google когда-то бы вложили, вот простой пример по доходности, 16 лет назад, 98-й год, было вложено 100 тысяч долларов в Google. Эти 100 тысяч долларов на момент 2011 года уже стоили около 10 миллиардов долларов. То есть понимаете, 100 долларов проинвестированные превращаются в 100 долларов, в 1 миллион за 18 лет. Да, вот это да, потому что технологии вкладываются. Поэтому, дорогие друзья, через 2 недели я приглашу вот этого своего знакомого, был очень интересный вебинар, мы сделаем рассылку по Академии, то есть те, кто хочет участвовать в вебинаре в этом, скажете, да, хочу там узнать больше об этом, кликните, чтобы не всем вам едят рассылки, и сами зададите вопросы, а что это такое, а как это, что это вообще золото добывающее направление, какие перспективы развития и так далее, и так далее. Итак, дорогие друзья, идем дальше. Как геобилитическая ситуация влияет на мировой инвестиционный рынок, и что делать, чтобы, несмотря ни на что, происходил рост вашего капитала в среднем 100-300%. Дорогие друзья, вот здесь, для того, чтобы ваш портфель рос, и чтобы рост был в среднем прирост по портфелю от 100 до 300%, почему 100% и более, да, потому что, скажем так, инфляция за последние только 20 лет стоит на уровне 120%, а вам необходимо учиться так создавать прирост капитала, чтобы было, ну, хотя бы, хотя бы, ну, на 15-20% выше инфляции. Многие говорят, вот инфляция на уровне 4%, на 4 плюс 15, это 20%, 19%, чтобы у меня был, нет. Инфляция за 20 лет составила 120%, значит, 120% плюс 20%, это получается, в среднем вам необходимо, чтобы за следующие 20 лет ваш средний прирост капитала составлял 140% в год, хотя бы в год. Это средний прирост за 20 лет. Как высчитывается за 20 лет, это вот будет у вас на следующем вебинаре по капитализации, по работе с Антониной Киановской, она расскажет законы капитализации, каким образом высчитывается капитализация, что такое капитализация, чем отличается капитализация от капитального дохода, и что такое капитальный доход вообще. Так вот, дорогие друзья, геополитическая ситуация следующая. Сегодня мы видим напряженную ситуацию между Россией и Америкой, потому что в данном случае вот здесь вот то, что происходит на Украине, это, скажем, не война Украины и России, и нам с вами, простым людям, украинцам или россиянам, делить-то нечего вообще, хочу сказать. Вообще делить нечего. Это делят большой мировой рынок. А почему идет дележка, дорогие друзья? Потому что они, как крысы в банке, уже поделили рынки, да, а тут, ну, грубо говоря, вырастает еще один лидер, который говорит, а мы хотим забрать то, что нам по праву причиталось на протяжении, там, 500-600 лет, 5-6 веков, да, а другие говорят, мнение это наше, и начинает растяжка такая идти, да, то есть крупные игроки, но за этими крупными игроками стоят несколько финансовых императоров, чтобы вы понимали, да, потому что, ну, скажем так, уже давным, у меня даже знакомый вот в Америке живет 20 лет, я говорю, ну что, выиграет у вас этот Дональд Трамп, вообще это мой, как говорится, кумир, и мне очень нравится этот человек, не знаю, как он будет, когда он станет президентом, я очень на это надеюсь, да, может он станет, как и все американские президенты, продажным, да, может быть, но надеюсь, что это не так, и здесь получается, скажем, такая вещь интересная, что нам и с американцами, вот простым людям делить-то нечего, да, но он сказал такую вещь, что, говорит, в Америке уже давным-давно, давным-давно, ставят президентами не тех, кого выбирает народ, я говорю, а как же ваша пресловутая демократия, он говорит, демократия это продукт, который продается в Восточную Европу, в России, для того, чтобы покорить эту территорию, поэтому, говорит, ну, должен понимать. А за этим стоят крупные игроки, вот эти крупные игроки, даже, вот в последнее время я читал статью, что даже эти крупные игроки подставные лица, то есть Рокфеллеры, Ротшильды, и война идет, вообще-то, между вот этими двумя финансовыми клавами, Ротшильдами и Рокфеллером. За Ротшильдами идет практически вся Евразийская территория до Восточной Европы, и во время развала Советского Союза Рокфеллером удалось отыграть Восточную Европу очень сильно, через, опять же, вот этих президентов, через продажных наших коммунистических лидеров, которые продали нашу страну большую и огромную. И вот эта геополитическая ситуация, в нее влазит огромное количество людей, и людям парит мозг, что типа все будет плохо, все будет, война начнется и так далее, и так далее. Сразу хочу вам сказать, по всем расчетам войны, как таковой, которая была во Второй мировой войне, не будет. Сегодня огромное количество людей, да, локальные войны могут быть, вот такие, как на Донбассе там происходит, в Ливии, в Ливии, вернее, война там зачистили просто, да и все. В Сирии, я имею в виду, да, может быть, где-то возле китайской границы будет происходить, но на самом деле сегодня война больше идет информационная. В этой информационной войне парят человеку мозг, что когда начнется геополитическая катастрофа, то тебя никакие финансы не спасут, и типа, что там за этими финансами, то есть вкладывается в мозг, что за финансы беспокоятся, все равно, когда война наступит, всем будет, как говорится, крендец наступить, да, или каюк, так как говорится, да. Но, дорогие друзья, не нужно слушать эти бредни. У каждого человека, особенно если мы живем в мире финансов, вот все живут в мире финансов, да, я хотел бы вам сказать следующее, что всегда в мире финансов есть люди, которые выигрывают, и есть люди, которые проигрывают. Как нужно себя вести, вот чтобы вы понимали. Вести себя нужно сдержанно, последовательно и очень аккуратно, особенно в области финансов, да, не поддаваться паникам, потому что, ну, приведу простой пример, совсем вот месяца два назад мне написал один из студентов Академии, жил на Донбассе, ситуация случилась учебная, весь бизнес был на Донбассе, но он имел знание Академии и постепенно свои капиталы распределял так, как вот мы обучали. И когда он полностью все бросил, уехал с Донбасса в Россию, он говорит, ну, вообще ни копейки денег не было, практически я уехал, а у меня денег нет. За счет того, что ты учил, как правильно финансами распоряжаться, у меня были деньги в Европе, в России, в Китае, на Украине, соответственно, там, в Турции, да, и человек, уехав, все бросил, он сказать, знаете, взял две сумки, детей и жену уехал в Россию, он не следствовал. Этот человек полностью там создал новый бизнес. Почему? Потому что были активы, которые он всегда мог забрать, да. И он говорит, если бы не твоя Академия, я не знаю, что бы делал бы, я бы, наверное, бы, вот, скажем, бросил все и пошел бы воевать, потому что, ну, реально, не за что жить, да. А тут я знал, что я нафиг все брошу, но я выйду. Мало того, что мозги есть, я новый бизнес начну делать. И говорит, когда я приехал, там, в Ростовской области какой-то город, такой, примерно, как в Донецком он жив, да, и похожий даже этот город, он говорит, там посмотрел, рынок пустой, я, говорит, там за год поднялся так, что я смотрю, говорю, ребята, что вы тут деньги не делаете, тут же денег можно делать, не меряем. И поэтому, дорогие друзья, нужно понимать следующее. Первое, это вкладывать деньги в мозги, если даже вы вдруг остались без денег, ну, к примеру, за счет того, что у вас есть мозги, вы всегда будете с деньгами. А второе, конечно же, нужно правильно распределять свои финансы. И цель должна быть следующая. Если ты приезжаешь, к примеру, в Европе, ну, к примеру, живешь в России, приезжаешь в Европу, трать европейские деньги, которые ты заработал в Европе. Приезжаешь в Америку, трать американские деньги, которые ты заработал в Америке. Приезжаешь в Китай, трать китайские деньги, юаня, которые ты заработал в Китае. Приехал в Индию, трать индийские деньги, которые ты заработал в Индии. Вот эту задачу себе нужно ставить. Но в крайнем случае, в крайнем случае, может быть, не конкретно там в Индию, да, ты приехал в Индию, но у тебя есть капиталы там в Европе или там в соседних странах каких-то, которые ты без проблем можешь перевести на свои счета в Индию и пожить годик в Индии, там, ногой или еще где-нибудь, да, и порадоваться жизнью и все остальное. Но принцип должен быть такой. И этому я обучал с 2011 года. И вот мне очень понравилось, что неприятная ситуация произошла в Донбассе, но люди, которые обучались у меня в Академии, писали мне вот такие вот, ну, скажем, отзывы. Я считаю, что мой вклад очень серьезно был сделан, потому что огромное количество людей, если бы знали эти технологии зарабатывания денег, технологии правильного инвестирования, да, они бы не поддались на вот эти вот ситуации, связанные с войной, никак такой войны бы да и не было. Поэтому я считаю, что если те люди, которые сейчас присутствуют, и вы имеете желание, скажем так, в будущем и нести вот это вот просвещение по финансовой инвестиционной грамотности, присоединяйтесь к нам и давайте становитесь нашими партнерами, да, еще при этом научитесь зарабатывать миллионы долларов, потому что следующая наша тема, как заработать вот эти вот огромные капиталы. Так вот, дорогие друзья, что может стать основой в этой геополитике, благодаря чему достигается гарантия сохранности ваших средств при портфельном инвестировании? Первое, если вы можете диверсифицировать свои средства, хеджирование рисков и балансирование портфеля. Вот этим трем вещам. Если вы хотите получать 50% в год гарантированно, вы будете получать. Вы хотите, можете даже 150, 200, 300% в год. Почему? Потому что вы правильно сбалансируете портфель. Вот вам пример балансированного портфеля. Портфель дает 24% годовых и убыток в случае, если все инструменты там опустились, ну как самые рисковые инструменты опустились, к примеру, да, то у вас все равно сохранность капитала идет. Можно поставить 150% догоходности по портфелю, если будет убыток, ну 50%, может быть, процентов у вас убыток будет, да, если самая худшая ситуация произойдет. Но вы все деньги не потеряете. И поэтому балансировка персонального портфеля – это основа. И в 12 курсах базового обучения частного инвестора мы как раз этому, дорогие друзья, и обучаем. Это вот этот вот, сейчас я покажу. Вот он, 12 курсов базового обучения частного инвестора. Более того, я хочу сказать, если вы приобретаете этот курс, ну скажем, в инвестгруппской, вы получаете двойную выгоду. Вы приобретаете этот курс, еще на эти деньги получаете определенное количество акций. Друзья, выгода просто неимоверна. Ни в одном учебном заведении у вас нет такого, чтобы вы вкладывали в обучение, вы бы обучались там, и вам еще давали акции определенной технологической компании, которая метит на самую высокодоходную компанию в мире. Так вот, дорогие друзья, давайте теперь посмотрим, как на современном инвестиционном рынке создать капитальный доход более 1 миллиона долларов максимум за 12 месяцев. Сразу хочу сказать, чтобы заработать такие деньги и создать такой капитальный доход, то что такое капитальный доход, вы изучите на следующей сети, но в следующую субботу. Но чтобы вы поднимали, капитальный доход – это сумма ваших инвестиций плюс капитализация, которая происходит за определенный срок. Пример, в данном случае мы говорим за 12 месяцев. Вот здесь вы имеете полную возможность за 12 месяцев это сделать. За 12 месяцев вы можете уже жить жизнью своей мечты, как миллионер. Что это такое? Мы поговорим, это вот через 2 недели будет вебинар. Я приглашу Александра, который владелец зоопыковающей компании, и как раз я расскажу, что такое жить жизнью своей мечты. И как раз к этому уже через 3-12 месяцев подготовлю это видео, чтобы после этого еще видео посмотрели, какие есть алгоритмы. Но, дорогие друзья, первое, нужно понимать, что в новом направлении инвестиционного рынка вы можете это сделать. Вот если вы пойдете сейчас работать на фондовый рынок агентом фондового рынка, вы будете зарабатывать все, что зарабатывают агенты фондового рынка. А сколько они зарабатывают, ребят, я скажу, копейте. Однажды, по брокерским компаниям в Киеве я ходил и смотрел, как они обучают своих агентов. Мне смешно стало, я говорю, вы же их обучаете технологии, как работать в терминале, как сделать покупку, как сделать продажу инструмента. Но ведь, чтобы привлекать инвесторов, необходимо продаж, то есть хотя бы немножко основы продаж. А ваши люди вообще не продавцы. Как они смогут вашими агентами работать? И тогда я предложил себя, они говорят, ну вот давайте будем работать, а нет, брокерская компания. Они когда мне сказали цену 500 гривен за одного клиента, я сказал мне, ребята, работайте сами, потому что 500 гривен, я говорю, могу плевать в потолок и мне больше капать, чем вы мне хотите предложить. Так вот, дорогие друзья, кто-то работает за 500 гривен, кто-то работает за 10 тысяч в месяц, кто-то за 15 тысяч рублей в месяц, кто-то работает и за 3 тысячи гривен или за 200-300 долларов. Но если вы хотите за 12 месяцев жить жизнью миллионера, первое, вам нужно научиться вот здесь в мозг положить жизнь миллионера. Это раз. Для этого нужно читать книги, для этого нужно начать принимать решения, которые принимают решения именно миллионеры. И самое главное, это идти в новое направление. То есть если вы пойдете сегодня заниматься многоуровневым бизнесом или там в продаже в своем городе, ну я не знаю, там агентом по продаже в каком-то там магазине, пиво продавать, ну вы будете зарабатывать, ну может быть чуть-чуть больше, чем среднестатистический человек. Но если вы идете в новое направление инвестиционного рынка, вот тогда у вас есть какие-то преимущества. Вот здесь первое нужно рассматривать, чтобы новое направление было многоуровневым краудинвестингом. Я хочу сказать, что наша компания Skyway Invest Group, она стала одним из пионеров, то есть я не скажу, что мы стали первыми, но мы стали пионерами в этой отрасли. То есть первое, мы преддаем возможность работать на рынке краудинвестинга, а второе, мы даем знания, я являюсь экспертом профессионала по многоуровневому маркетингу, я знаю, как человека научить, что ему делать, чтобы он за год заработал миллион долларов. И этому мы обучаем, у нас есть образование мастер-профи, где мы это можем учить. Второе, не хотите в краудинвестинге? Без проблем. Ну а можете тогда прийти агентом фонды прямых инвестиций. И я вам хочу сказать, что у нас есть направление, где мы предлагаем людям работать нашими агентами, мы являемся фондом прямых инвестиций. То есть мы реально предлагаем людям инвестировать напрямую в технологии, без всяких там венчурных фондов, без всяких, напрямую. То есть у нас контракт с компанией, где мы предлагаем инвестировать. И вы можете, не хотите работать по системе многоуровневого маркетинга, работайте агентом фондов прямых продаж. Идите в колл-центр, идите агентом. У нас сейчас будет образование для агентов. И без проблем работайте по прямому. Почему? Потому что один из важных факторов – это выйти на тот рынок, где ты будешь зарабатывать миллиарды. А чтобы продавать на миллиарды, а продавать на миллиарды, значит, ты будешь зарабатывать десятки миллионов долларов. И если ты хочешь стать обеспеченным, тогда тебе нужно научиться продавать на миллион. И приведу вам простой пример. Если я работал агентом в разных инвестиционных компаниях, максимально, скажу, максимально – это полтора процента от крупных инвестиций у меня приходили. За два года я тогда максимально, в 99-2000 год, привлек 500 тысяч долларов. Сегодня это можно оценить, те деньги, примерно, наверное, в 5 миллионов долларов. Я знаю, разговариваю с некоторыми агентами, которые работают и зарабатывают на уровне 0,5-0,7% от привлеченных инвестиций. Ну, они привлекают там 2-3 миллиона, 10 миллионов в месяц долларов. Ну, конечно, неплохие деньги, потому что миллион привлек. 0,7 – это 7 тысяч долларов заработать. Дорогие друзья, у нас вы можете как агентом работать в линейном бизнесе, где можно привлекать. На миллионы долларов вы можете получать от 2 до 5%. То есть ты привлек миллион, ты заработал либо 20, либо 50 тысяч долларов. А еще при этом вы можете зарабатывать акциями компаний, то есть небольшую долю акциями компаний. Ну, приведу простой пример. К примеру, вы привлекли миллион долларов, да, заработали сами по нашей технологии, заключили контракт с инвестором, нашли этого инвестора, миллион долларов, заработали 50 тысяч. Не в многоуровне краудинвестинг, да, потому что у нас договоренность с Юницким, что до 100 тысяч все идет через фонд инвестиций, а если мы находим крупных инвесторов, там, на 300, на 500, на 1 миллион долларов, то тогда идут напрямую. У нас тогда есть агентское соглашение, и тогда у нас есть агентское соглашение с нашими агентами, и мы их обучаем, как правильно находить инвесторов, как это все делать и так далее, и так далее. И тогда этот человек может зарабатывать 5%, но еще этот человек на миллион, он купил по сегодняшнему дисконту 350 миллионов акций, да. Значит, вы еще сможете заработать примерно 350 миллионов, сейчас, две секундочки, вот так вот, да, около 7 миллионов акций. 7 миллионов акций, ни много ни мало, в 2018 году по номиналу будут стоить около 7 миллионов долларов. Нигде так агентам мы больше не заработаем. Третье, участие в создании бизнеса с новыми технологиями. Опять же, Skyway Invest Group в этом плане лидирует, потому что с технологией Skyway мы внедряем адресные проекты, и вы можете быть менеджером, который пройдет специальное обучение по внедрению адресного проекта. А это, извините, ни много ни мало, самый маломальский проект на 10 километров стоит 50 миллионов долларов. А если взять любой город в миллионе, примерно там около 200-300, а то и 400 километров нужно разных дорог, городских, грузовых и часть может быть скоростных. То есть это вообще рынок на миллиард долларов, где ты можешь заработать определенные хорошие деньги, то есть став менеджером уже непосредственного направления по внедрению. А это совсем другие вещи. Ну и четвертое, это глобальном технологическом проекте. То есть здесь опять же, если брать мы, являемся глобальным технологическим проектом. Глобальных таких нет. Все время у меня много знакомых, которые говорят, Андрей, вот еще нескому помог, помоги нам там и так далее, и так далее. Я когда смотрю про их проекты, да, я говорю, слушай, они будут даже браться, мне это неинтересно, но почему ты можешь заработать там, не знаю, там миллион за два месяца. Я говорю, ребята, не в миллионе денег. Для меня все, что является глобальностью, это интерес. Все, что является там на каких-то там, ну не знаю, там 1 миллион, 2 миллиона, ну это, ну извините меня, ну заработал 1-2 миллиона. 1-2 миллиона я могу свободно на образовании, на курсах проехаться год по всей России, по всей Европе, заработать больше, чем я. И зачем мне париться вот с этим направлением. Так вот, я хочу сказать, что, дорогие друзья, что если вы выбираете старое направление, если вы выбираете старый бизнес, но вы по старому будете зарабатывать. Хотите зарабатывать много, хотите зарабатывать быстро, вам нужно выбирать абсолютно новое направление. И вот здесь мы, как Skyway Invest Group, лидируем во многих направлениях, потому что мы работаем непосредственно по прямому финансированию с технологиями Skyway. И всем, кто еще не зарегистрирован, рекомендую обратиться к тем людям, кто вас пригласил. Если вас пригласила Академия частного инвестора, значит вы получите сегодня рассылку с записью вебинара, и там будет промокод. Ну я здесь промокод еще скажу вам, покажу в конце, где вы можете заниматься с нами, как бизнесом, потому что бизнес со Skyway Invest Group это очень престижно договорить, друзья. Первое, потому что мы на новом инвестиционном рынке. Второе, мы на рынке инвестиционных услуг нового направления. А третье, самый главный момент, вы работаете в команде профессионалов. И поэтому вы как минимум две задачи решаете. Первое, это хороший бизнес, элитный бизнес. Вы элитарный, можно сказать, потому что инвестиционный бизнес всегда был элитарным бизнесом. А второй важный момент, вы в бизнесе супер профессионалов по продажам, потому что если ты занимаешься инвестициями, и ты не можешь продавать, ну тебе грош цена. А если ты и в элитарном бизнесе, в инвестиционном бизнесе, и ты еще супер продавец, супер можешь переговорщиком быть, тогда тебе цена многократно станет лучше, дорогие друзья. Поэтому всем предлагаю рассмотреть именно наше направление. Но если у вас будут другие предложения, вот кто-то говорит, там какие-то технологии новые цифровые, валютные, если они соответствуют всем этим параметрам, ну идите тогда туда и там зарабатывайте, и там тогда двигайтесь, и тогда вы создадите капитальный доход, 1 миллион долларов за 12 месяцев. И если говорить об Академии частного инвестора, мы сейчас очень сориентированы на то, чтобы первое, подготавливать инвестиционных консультантов, потому что пришло время, я же говорю, вот у меня порядка 10 человек за 2 месяца, которые хотели бы получить консультации по инвестиционной стратегии, как свою компанию поставить, потому что у нас есть такой курс, как инвестиционный менеджер, не просто инвестиционный консультант, потому что инвестиционный консультант, его ориентир на привлечение инвестиций и быть квалифицированным консультантом по инвестициям. А инвестиционный менеджер – это человек, который предлагает предприятие Обходиться в краудинвестинговое направление для того, чтобы разрабатывать программы, как правильно, скажем, запустить свой проект, запустить свою компанию и обходиться без кредитных средств, а работать напрямую с народом, чтобы народ инвестировал. Вот этом мы сейчас будем работать и наша задача до конца года, как минимум, хотя бы от 20 до 50 человек подготовить, потому что для того, чтобы стать, ну скажем, продвигать высокие технологии и привлекать миллионы долларов, первое, необходимо иметь знание в инвестициях и инвестированиях, второе, быть суперпродавцом, третье, быть переговорщиком, четвертое, понимать, что такое портфельное мышление, что такое инвестиционные стратегии, потому что, ну, без этого нельзя, вот ты приходишь к человеку, вот, как я общаюсь с людьми, с мультимиллионерами сегодня, да, мы там разрабатываем схемы сейчас, да, что мы сейчас постараемся их выручить, если у нас получится, конечно, мы волшебники и там очень короткий срок, да, но если мы сейчас поможем ему, скажем, решить его проблему, то он 20% от своего дохода будет инвестировать в Skyway, у нас такая договоренность. Немного, немало, дорогие друзья, чтобы вы понимали, это от 500 тысяч до полтора миллиона ежемесячно долларов он будет инвестировать, да, в Skyway, то есть поэтому у нас есть интерес помочь ему, удержать его бизнес, чтобы банковский сектор и финансовый сектор не забрали бизнес, да, естественно, там не краудинвестинг, там совсем другие, скажем, финансовые группы, которые у нас есть, которые готовы нас сегодня финансировать, но нам раньше, чем с 2016 года финансы не понадобятся. И поэтому вот эти все вещи, они очень важны, и с 15.09. до 16.00 у нас будут как начальное образование преподаваться, среднее образование, высшее образование, вот у нас Антонина Киановская, она является экспертом, специалистом, она прошла совсем недавно образование по инвестиционному направлению, скажем так, фондовых рынков в Европе и Америке, то есть она специалист в этом направлении, и она будет заниматься именно при начальном и среднем образовании. Потом высшее образование и академии, это Игорь Романенко будет, и инвестиционная консультация, инвестиционное менеджмент, это уже обучение Антонина, я и Игорь Романенко мы будем готовить. То есть моя цель это, ну как хотя бы 10 или 50 человек до Нового года подготовить менеджеров и консультантов, потому что работы очень много, люди готовы платить деньги, люди готовы давать проценты, но мне некогда, мне нужно сейчас подготовить, как говорится, зама специалистов, которые могли бы поддерживать. А это, скажем, ни много, ни мало дорогого стоит не только в финансовом секторе рынка, но еще и в помощи, потому что ты помог такому человеку, естественно, и он поможет тебе дальше продвинуться по другим направлениям. Поэтому, дорогие друзья, все, кто имеет такое желание, все, кто имеет желание именно с финансами работать, с инвестированием работать, приглашаем к нам на обучение с 15.09, но мы уже начнем работать, я думаю, под сентября месяца уже именно как образовательный портал Евразии, и все наши курсы будут идти через образовательный портал Евразии. Так, и, дорогие друзья, подарок всем, кто хотел бы поддержать Skyway при регистрации, если вы еще не зарегистрированы, предлагаем вам зарегистрироваться, это ваш промо-код. Если вас пригласил кто-то из наших партнеров, значит, в течение трех дней вы работаете в промо-код, если вы приглашены именно как подписчик Академии частного инвестора, то вы получите рассылку сегодня с записью, и там будет ссылка на регистрацию, дождитесь и зарегистрируйтесь, получите 100 акций в подарок. Ну и чтобы вы понимали, 100 акций, когда мы построим 50 миллионов километров дорог, одна акция будет стоить 100 долларов, 1000 долларов. Фактически вы подарок сегодня получаете, который будет стоить через примерно 20 или 30 лет, 100 тысяч долларов. Вот в таком плане. Ну все, дорогие друзья, я рад был с вами пообщаться и поведать вам вот эти все вещи. Хотел бы сейчас ваше осознание после сегодняшнего вебинара, напишите, у кого какие осознания, у кого какие может быть что-то новое для себя, подчеркну. Какая стоимость мастер-профи? Мастер-профи будут с ноября месяца и будут стоить уже 800 долларов. Четвертая сессия с марта будет идти, не сессия, а четвертая группа будет набираться, это уже будет 1000 долларов. Потому что изначально я говорил, что мастер-профи должно стоить 1000 долларов. Виктор СОБР меня болтал сначала на 300 долларов, потом мы подняли на 500. Ну сейчас я рад, что все-таки... Потому что, ну поймите, когда человек платит такие деньги, он осознает, для чего он приходит. Я хочу не сопли вытирать людям, а работать с бойцами. Те бойцы, которые очень быстро хотят стать профессионалами. Те люди, которые хотят сопли вытирать или поплакать. У нас есть по четвергам обучение, по субботам есть обучение. Приходите, обучайтесь. Портал Евразия заработает. Приходите, обучайтесь по чуть-чуть. То есть, ну я хочу работать с теми людьми, которые агрессивно, быстро хотят получать и знания, и превратить эти знания в практику. Вот в таком плане. Так, ну что, дорогие друзья, много полезного. Осознание никто не пишет. Ну что такое осознание? Что вы вдруг осознали за сегодня? Например, у вас вдруг открылось что-то, и говорите, вау, Эврика, вот это вот теперь понял. То, что вы пишете, как всегда, супер, это, конечно, хорошо. Я вам благодарен, но хотелось бы ваше осознание. Как обучить детей у нас? Вы знаете, это серьезный вопрос. Мы хотели вводить обучение для детей, но по законодательству, во-первых, онлайн-обучение очень сильно могут нас оштрафовать именно и российские, и украинские власти, и белорусские. А во-вторых, это должен быть психолог, то есть человек должен быть с психологическим образованием именно для детей, не просто психолог, а именно для детей. Квантовая физика, написал. Если захотите в старый бизнес, то будете зарабатывать по-старому. Хорошее осознание, да. Мысли шире, учиться, учиться, учиться. Осознала, что начала в 2006 году обучаться и бросила упущенные два года. Ну, Людмила, упущенного ничего не бывает. Поймите, два года, это же не 20 лет. Укрепилась целеостремленность. Так и знаю, что надо вкладывать в мозги. Благодарю. Пожалуйста, позвоните на конференции. Какой конференции, Галина? Могу понять. Так, как всегда, Андрей, дайте много полезной информации и идеи для инвестирования. Так, после получения знаний появилась окрыленность, что все возможно, нужно только осознать благодарю. Мне не хватает знаний, их нужно получать. Я, детский психолог, могу помочь с этой темой. О, Анна Доль. Обязательно свяжитесь тогда с Антониной Кьяновской. Может быть, вы тогда пройдете вот это начальное знание, потому что я бы очень хотел, чтобы мы начали обучать детей об основах финансовой и инвестиционной грамотности. Это нужно вводить, вот мое убеждение глубокое, это в школе нужно вводить. Что если ребенок живет в мире финансово, он должен понимать и распоряжаться правильно деньгами и финансами. В противном случае, ну скажем, могут быть неприятные моменты, когда человек знает, как распоряжаться финансами, управлять финансами. То есть, да, все будет здорово. Как пройти школу? Ну, это с Антониной свяжитесь. У нас будет уже с 15-го вот школа, я же говорю, частного инвестора. Мы всегда берем к себе штат, работает только людей, которые прошли у нас обучение, чтобы понимать. Тиши, идешь дальше, будешь, инвестируешь в SkyWay, чтобы сохранить, приумножить свои капиталы. Так, я знаю, что ты приближаемся к цели создания команд, которые будут финансировать проекты. Это супер, потенциал просто сошкаливает. Я из Киргизстана, Бишкек, хотела бы подробно узнать о обучении. Есть очень много презентации, спасибо. Ну, хочу сказать, много разных проектов. Вы знаете, вот посмотрите, вот если вы зарегистрируетесь, когда зарегистрируетесь, в разделе образования, там есть потребительское общество Евразия. Посмотрите там видео, где мы говорим о том, что такое беспроцентные суды, каким образом через потребительское общество мы можем внедрять огромное количество проектов. Вы знаете, я хочу сказать, я искал с 2007 года проект, который бы был основой во многих проектах. Вот я вам хочу сказать, что SkyWay является основой во многих проектах. Ну, давайте я приведу, чтобы пример вы поняли. Самый-самый маленький примерчик, да. Значит, когда мы будем работать и строить SkyWay по северу, значит, там для того, чтобы правильно, потому что северная территория, в чем опасно, говорят, что мы там не сможем строить, но у низкого есть технологии, как это делать. Значит, посмотрите, должны быть сваи. Есть сваи для того, чтобы не падали, потому что зимой здесь намораживаются, а летом тает, и сваи тогда падают. А по правильной технологии нужно сделать небольшое отверстие внутри сваи, которое будет антифриз. Он не антифриз, а тасол, да, тасол, который не замерзает, да. Правильно, тасол, кажется, да. Так вот, представьте себе, я когда спросил первый раз, я говорю, а сколько нужно тасола примерно в каждую сваи? Ну, примерно в ведро, 10-15-20 литра, да. Представляете, сколько этих свай будет через каждых 50 метров, да, или 30, представляете, сколько тасола надо будет. Так вот, даже эта маленькая информация о чем говорит? Что та компания, которая будет производить тасол для вот этих северных территорий, а там, ну, я не знаю, сколько там, наверное, сотни тысяч тонн, а то, может быть, и миллионы тонн этого тасола нужно будет, да. Значит, мы сможем, грубо говоря, стать инвесторами этой компании на начальном этапе, которая стоит по одной копейке будет, а потом, когда она выйдет на фонды, даже если она не выйдет на фондовый рынок, у нее вырастет производство, вырастет сама компания, да, то есть, а ты в доле, какие дивиденды ты будешь получать. А если по принципу правильному краудинвестинга все это сделать, еще эту компанию приговорить, скажем, чтобы она работала по принципу краудинвестинга в таком большом сегменте, то вот представляете, да. Еще простой пример, вот, когда мы разговаривали с Анатолем Зачемининским, и он сказал, что у нас не делают такой металл, а вот в Финляндии мы металл покупаем на фермы, вот эти фермы, которые двигаются скоростные, городские, и задали вопрос, говорю, а почему не делают, ну, давайте закажем, ну, нужно, они сказали, чтобы это делать, нужно миллион долларов, или два миллиона долларов, тогда мы начнем делать для вас, и чтобы партия была большая. И я тоже так подумал, да, почему бы, ну, скажем, опять же, если компания SkyVet не сможет сделать, то, может, мы тогда как академия частного инвестора сможем проинвестировать, вложить два миллиона долларов, и сделать вот эту вот матрицу для нового производства металла, и этот металл будет, к примеру, по всей, там, России. Если это в Украине, такую матрицу делаются, да, по всей Украине все эти делаются, то есть, а ты в доле находишься, да, то есть, с каждого потом продажа килограмма металла ты имеешь доходность, да, то есть, это одна из разновидностей в инвестировании, чтобы вы понимали, да. Взять тот же бетонный завод, к примеру, у него нет такого бетона, там, марки бетона, ему нужно расшириться, нужно для расширения денег, да, SkyVet, SkyVet нам строить, зачем мы еще бетонные должны, да, без проблем, вот местных горожан, там, которые в этом городе живут, там, 300 или 500 тысяч, обошли, скажем, ребята, там, бетона будет продаваться немерено в ближайшие, там, 15 лет. Прибыль хотите иметь, да, хотим. Для чего нам менеджеры нужны? Менеджеры будут работать с предприятиями, а консультанты с населением, да. Вот, пожалуйста, вам краудинвестинг, пожалуйста, бетон продается, они каждый день, скажем так, каждый месяц получают прибыль от этого бетонного завода. Вот вам одна из родновидностей инвестировали, но когда это заработает? Когда там SkyVet будет строиться, не будет строиться SkyVet, естественно, бетонный завод и не будет работать. Ну, и такие мелочи, вот, кого мы будем обучать, да, вот такие мелочи мы будем делать предподготовку населения, предподготовку предприятий для того, чтобы, когда мы начнем активно уже строиться, чтобы у нас это все уже было готово. Вот, я говорю, такие простые мелочи, вот, простые мелочи, да, А они могут принести колоссальные прибыли. И поэтому, почему я говорю, что нужно расширять свой кругозор и вкладывать деньги, и часть денег, не всем, часть денег в свои мозги, в расширение своих мозгов, в расширение видения инвестиционного бизнеса, в первую очередь. Ну все, дорогие друзья, благодарю вас за ваше осознание. Skyway как часть проекта Дальневосточный гектар, это правда, и будет реализоваться. Дорогие друзья, давайте еще раз расскажу вам, я об этом говорил на ПО Евразии, когда выступал, про Дальневосточный гектар. Мы лично, как ПО Евразии, Skyway Invest Group, не будем в этом участвовать. Я объясню вам, почему. Мы сейчас планируем, и для нас опять же приоритетно это быстрее финансирование компании, чем получать эту землю, тратить свое время именно на это. Вот как только технология Skyway уже будет готова, тогда и перейдем к этому этапу. Сегодня в России землю можно получить на потребительское общество, если у нас есть 100 тысяч человек, например, мы можем получить в любом регионе России. Пускай это только не Москва, но где-то выше Питера, выше Москвы, на 500 километров, на тысячу. И мы можем линейный город везде, где угодно запустить. Так вот, если мы получаем Дальневосточный гектар, то каждый человек получает там гектар. И по идее он должен отдать землю в потребительское общество, либо в компанию Skyway, чтобы там что-то строилось. Давайте себе представим, вот там человек видит, опа, землю что-то быстро разгребает. И он себе там раз несколько участков забрал, какой-то человек, который не входит в наше потребительское общество, не входит в наше общество. А вдруг там потом станцию надо построить, либо там, может быть, через него проходить будут как раз струнные рельсы по верху. Да, там пару свай нужно будет поставить. Он скажет, оплатите мне вот столько денег, это моя земля. Иначе я буду делать или еще что-то. Либо человек, который сегодня согласен, завтра что-то получше. Мы наметили, что там станция будет большая, десятиэтажная стоять. Офисно-торговый комплекс и станция. А он потом скажет, оплатите мне теперь за аренду денег, это же на моей земле стоит. Поэтому мы участвовать лично, как Skyway Invest Group, мы в этом не собираемся. Хочет кто-то себе получать, пускай получает. Мы, как потребительское общество, мы миллионы гектаров можем получить. Если у нас будет, не знаю, 10 миллионов пайщиков, значит мы получим 10 миллионов гектаров. Понимаете, да? И тогда мы можем выстроить правильно, и у человека будет свой гектар, или полгектара, или 2 гектара. Потому что мы можем получить на миллион пайщиков и по 5 гектаров на человека. Почему? Потому что у нас будет целевое назначение получения этой земли, для чего мы ее получаем. И мы это получим и потом раздаем пайщикам. А пайщик по законодательству России, любой пайщик, имеет как возврат паевого взноса. Он может пользоваться, то есть в рамках земля, будет не его собственность, а в рамках потребительского общества, но эта земля за тобой закреплена по всем документам. Вот говорят, что китайцы забирают в Дальний Восток. Они не забирают. По документам там забирают потребительское общество. А в этом потребительском обществе там может быть три русских, которые организовали потребительское общество, а миллион китайцев. И каждый китайец по одному гектару земли получил на потребительское общество, и все. И кажется, что забирают китайцы. Китайцы не могут забрать. Они забирают вот таким образом через потребительское общество. То есть они владельцы. Но фактически владелец, фактически владелец, юридический владелец, это потребительское общество, но не китайские граждане. Но фактически китайские граждане живут на этой земле и владеют. Это такое вот законодательство есть, и оно существует. И вот эти вот, скажем, китайские граждане на Дальнем Востоке, это все используют. Ну, грамотные, молодцы, их юристы там научили, как это делать. То же самое, любой гражданин любой страны может быть пайщиком, и когда мы получим на потребительское общество, мы сможем строить линейные города, а вы можете либо жить, либо у вас может быть земля, которая будет коммерческим инструментом инвестиционным в этом направлении. Все, я думаю, ответил, дорогие друзья, уже очень много времени, не хочу вас задерживать, да и мне нужно уже бежать. Всем всего самого наилучшего, и до встречи в следующую субботу с Антониной. Она проведет небольшую школу по капитализации. Что такое капитализация, вы будете, да, задание, вы прям будете высчитывать, и через неделю, то есть на вторую неделю, сейчас посмотрю, скажу по этому, по календарю, мы встретимся с вами снова. Это будет 3-е плюс 7, 10-го сентября мы с вами встретимся. Все, всем пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok